Здравствуйте, товарищи! Товарищи, господа и зайчики! Я рад всех сегодня видеть, всех, кто сегодня пришел на бесплатный вебинар эзотерической школы Кайлас. Смотрите, какая у нас красивая заставка сегодня получилась. Я решил вам отвечать сегодня на ваши вопросы, а также буду стараться быть полезным в случае, если у вас появятся какие-нибудь идеи. Сегодня у нас очень красивый антураж, где он специально подготовлен к тому, чтобы обсудить темы, наверное, которые связаны с медитациями, с буддизмом. Я сегодня хотел бы показать ряд определенных предметов, которые, как бы дайджест предметов ритуальных и объяснить, каким образом с ними работать. Давайте я быстро с вами познакомлюсь и поздороваюсь. Илья Горковченко, дорогой Андрей Андреевич, здравствуйте, здравствуйте. Евгения Хвощинская, здравствуйте. Римма Чернова, здравствуйте. Нас сегодня очень много. Зайчики лучше, видите. И запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Вера Белявина, здрасте. Татьяна Казимирова, здрасте. Сегодня ничего не предвещает у нас плохой вебинар, поэтому все знаки для того, чтобы он прошел хорошо. Первый вопрос, который хотел бы я задать вам, это кто был на целительстве? Скажите, у вас есть изменения, у вас есть улучшение самочувствия? Интересно, да? Куда-то делаешь, что-то делаешь, да? А уже обрисовали себя разными цифрами? Да. Ой, супер, супер, молодцы. А вы думаете, что я приводишь к женщине? Да. Итак, вопрос номер один. Для чего используют колокольчик во время медитации? Я хочу сегодня объяснить, для чего человек использует колокольчик во время медитации. В тот момент, когда человек начинает читать мантры, то он эти мантры читает, и они создают движение энергии вокруг его тела. Вокруг его энергетического кокона отслаиваются от энергетического кокона, и вылетают в пространство, влияя на тех людей, которые рядом с ним находятся. Но не всегда приятно, чтобы ваши энергетические отслаивания влияли на тех людей, которые находятся за пределами вашей квартиры. Правильно? То есть вы же не хотите очистить весь дом, или не хотите, чтобы всему дому было хорошо. Ну, что же тут, в общем-то, плохого, если вы находитесь в вашей квартире и читаете мантру, которая должна сделать всех радостными и сделать мир хорошим. Дело в том, что такая мантра, когда она влияет на вас, то она поощряется внешними энергиями, и вас за это не наказывают. Но в случае, если такая энергия переходит границы вашей квартиры и становится энергией в чужой квартире, то даже если это хорошая энергия, и вы воздействуете хорошо, то это все равно воздействие без разрешения, и оно всегда наказывается. Таким образом, в тот момент, когда вы читаете в квартире у себя мантры, и после того, когда вы их читаете, и читаете больше часа или полутора часов, то часть этой энергии может отслоиться, и стены не могут являться для этой энергии стеной. И такая энергия может повлиять на жизнь людей, которые находятся и в вашей квартире, и за пределами вашей квартиры. И вы влияете на жизнь этих людей, чего делать не всегда хочется. Ведь вы хотите мантру читать так, чтобы она воздействовала исключительно на вас. То есть вы развиваете у себя ясновидение, а вашему соседу, допустим, это ясновидение совсем не нужно. Правильно. Тогда эта мантра влияет на этого человека с нехорошей точки зрения, и это влияние может быть наказуемо для вас. Именно поэтому используют колокольчик. Когда вы читаете мантру, то в самом конце, когда вы почитали мантру, необходимо позвонить в колокольчик. Когда человек позвонил в колокольчик, то все, что было начитано вокруг него, становится его энергией и входит в середину его физического тела. Именно поэтому очень часто во время чтения мантр используют колокольчик. Если колокольчика нет, то можно использовать обыкновенный хлопок в ладошке несколько раз. Но все же я рекомендую использовать колокольчик. Хочу сказать, что колокольчики можно приобрести. Началось, да? Колокольчики, а также всю атрибутику можно приобрести на нашем сайте kailasdefismaggyshop.com Также вы можете, если у вас есть такие колокольчики, использовать колокольчики. Обычно колокольчики бывают двух видов. Беленькие и темненькие. Темненькие колокольчики используют больше для очищения пространства. Беленькие колокольчики для чтения мантр. Но разницы особой я не вижу. В случае, если колокольчик больше не темный, а золотистый, это тоже правильно. Я за то, чтобы использовали вот желтенького цвета колокольчики. Красивые, блестящие. Вообще, при выборе ритуального предмета, обращайте внимание на красоту ритуального предмета. Очень правильно, в случае, если ритуальный предмет отполирован, он красивый, имеет какие-то орнаменты на себе и вызывает у вас состояние восхищения, удивления и радости. Тогда ритуальный предмет может работать лучше. А при заклинаниях тоже необходимо использовать колокольчик? Да, лучше использовать колокольчик. Если не использовать колокольчик, то очень часто заклинания так раскачивают ваш энергетический кокон, что после того, когда вы читаете заклинания или мантры, то у вас может за счет этого появиться головокружение. А вы, наверное, замечали, что когда читаете мантры или читаете заклинания, то иногда появляется головокружение. А у кого такое было? Часто это бывает. А вот если бы вы заканчивали тем, что звонили бы в колокольчик, то головокружения бы не возникали. И эта энергия, которую вы начитали, которая создала завихрение, стала бы вашей энергией в середине вашего физического и энергетического поля. Таким образом, используйте колокольчик. Это мой совет номер один. Вы, наверное, видели, как буддисты читают. Они делают какие-то движения ручками. И там вот эти движения ручками, которые они делают и ваджрой, это увеличение энергии и отдача энергии. Вот саму ваджру я сегодня показывать не буду. Взрослый мужчина пригрозил моему внуку, что оторвет ему голову после конфликта с его дочкой в классе. Когда я узнала, то долго не могла успокоиться. Как же в таком случае можно принять эту ситуацию? Нужно сказать, в этом случае родители не являются виновными в том, что происходит в школе. Я объясню, кто в этом виноват. Любые вопросы, которые касаются детей, они должны контролироваться исключительно преподавателями и педагогами, ведущими их в дошкольном или школьном учреждении. Поэтому все вот эти вопросы, они должны быть исключительно решаемыми преподавателями. То есть преподаватель должен видеть это, после этого вы должны это выносить на родительский совет, или даже если не получается обсудить на родительском совете, то вы идете к завучу школы и выставляете это в виде педсовета. То есть просите, чтобы все преподаватели собрались, чтобы после этого они обсудили именно вашу тему. В случае, если школа не хочет это делать, то после этого вы пишете бумагу, относите ее в Министерство образования и говорите, что терроризм или терроризирование вашего ребенка дошло до необычайных размеров. Его терроризируют и родители, и педагог не обращает внимания, он работает вместе с завучем, и в этом во всем подвязан директор школы и так далее. Может ли это иметь какой-то резонанс? Да, конечно, но поверьте мне, преподаватели заинтересованы в том, чтобы резонанс не возникал. И очень часто те вопросы, о которых вы сейчас мне говорите, это целиком то, что может решить совершенно любой педагог в совершенно любом классе. То есть это не дела вашего ребенка, и это не дела этой девочки. То, что он пригрозил вашему мальчику, тоже имеет значение. Объясните. Вот вы сейчас занимаете позиции, дядя плохой, а мальчик хороший. Но вы должны сказать вашему мальчику, почему этому мальчику пригрозил совершенно взрослый дядя со знанием дела, и почему этот взрослый дядя вдруг решил так отнестись. А я вам могу объяснить, вероятно, у ребенка нарушены функции торможения, вероятно, ребенок не понимает, что такое отношение к девочкам, вероятно, ребенок ведет себя грубо, вероятно, ребенок недисциплинированный и так далее. Это тоже, этим всем может заниматься педагог. Но в эпоху деградации населения, наверное, нельзя было это говорить. Вы еще не заметили, что у нас эпоха деградации населения. Я почему это решил сказать, что у нас эпоха деградации? Объясните мне, как на канале Интер человек, которого попросили в день похорон экстрасенса Чумака, я не знаю, как его фамилия, один из самых знаменитых критиков в Российской Федерации. Его фамилия, он очень знаменитый критик, такой оппозиционер. Например, как человек, который является критиком, мог сказать, что Чумак реально вел себя, как будто он из чадья ада или человек, родившийся, и дальше он сказал плохие слова, он сказал родившийся из жопы. Это на первом канале, друзья мои, это же интернациональный первый канал, это же культура нашего общества. Когда я вижу, как на центральном канале люди говорят слова плохие, когда матерятся, когда свободно видно насилие, когда показывают произвол властей, милицейских властей, проституцию, когда это является еще и не зазорным, а это является еще и популярным. Ведь сериалы такие выпускаются там про проституток, о куртизанках, то есть зачем это все делается? Есть же цензура, неужели у нас должно появиться поколение, которое должно расти и которое должно стремиться к красивой жизни куртизанки? Ну так же не должно быть, правильно? Что это за сериалы? Почему вдруг в советской прессе или почему в российской прессе, в российском телевидении просачиваются свободно маты, ругательства? Почему такое большое количество алкоголизма, откуда в это берется? Неужели кто-то, ну гипотетически, решил сделать так, чтобы вот эта озлобленность и вот эта деградация проявлялась? Естественно, с учетом той деградации, которая существует, семья может являться мощнейшим буфером, который может воспитать в ребенке, наверное, мораль, а также этику. Ну и очень напрасно убрали этику и философию, или этику, и, наверное, как этот предмет называется сейчас, я не знаю, эстетику. Убрали этот предмет. А ведь это очень интересно, объяснить ребенку, что такое благородство, объяснить ребенку, что такое интеллигенция. Ну куда девают интеллигенцию? Ну неужели мир считает, что прожить без интеллигенции возможно? Ведь когда человек придет к врачу, и после этого врач будет глядеть в лицо ему, отрывать там бинт и кричать, закрой рот, сволочь, разве человек сможет от этого чувствовать себя хорошо? Ведь он не виноват, что с ним случилось это заболевание. Нет. Мы всегда воспринимали военных, врачей, педагогов, как проявление высшего интеллектуального интеллигентного сословия. Правильно? Зачем нам разрушать это все? Ведь это интеллигентное сословие, оно должно привить детям благородство, оно должно привить детям любовь к интеллигентности. У ребенка без желания стать интеллигентным не может возникнуть талант или желание становиться ученым, или становиться исследователем каких-нибудь наук, или быть просто благородным. Почему отменили уважение к женщинам? Почему не воспитывают вставать перед девочками и уступать место и так далее? Кто-то там задавал вопрос, Андрей Андреевич, почему уступают место женщинам? Женщинам место уступают, потому что женщина, которая вынашивает ребенка, в случае, если она не будет сидеть во время тряски, то у нее может произойти выкидыш. А женщина может гипотетически любая вынашивать ребенка, но она же не должна на весь автобус кричать «Я беременна». Не должна. Поэтому гипотетически в ходе уважения мужчина, который едет в общественном транспорте, должен уступать любой женщине, беременная она или нет, место. Почему? Чтобы создать мир или условия, при котором самое дорогое, что есть у популяции людей, это вынашивание и рождение ребенка, имело место быть. Правильно? Скажите, это разумно? А знаете, как вообще считают? Женщины говорят, не надо нас дискриминировать, нам не нужно уступать место, нам не нужно. Почему женщины не хотят, чтобы им уступали место? А если они беременны, просто сами не знают, ведь могут случиться с этим проблемы. Тазовая область женщины гораздо больше, артерии, которые идут вниз от тазовой области, гораздо шире, чем у мужчин. И проблемы тромботизации сосудов на ногах для женщины, они стоят гораздо критичнее, чем для мужчины. Даже только для того, чтобы сохранить ноги этому человеку, ему просто необходимо сесть. Центр тяжести сдвинут вниз, потому что обычно у женщин плечи уже, а ноги шире. Они стоят еще и на каблуках. Естественно, это все стекает вниз, и после этого грудь у них, центр тяжести сдвинут. И после этого на кочках это все тромбируется. И после этого эта женщина, если она поездит так 10 лет, то после этого теряют вены, артерии на ногах и так далее. И после этого у мужчин что происходит? Каблуков нет, венные сосуды тоньше. И по идее для них это совершенно не тяжело сделать. Естественно, если гипотетически представить, что едут женщины, они все беременные, то ни одна из них никогда в автобусе не признается и не станет кричать, я беременная, а ну-ка уступите мне место. Поэтому как бы гипотетически мужчины уступают место, чтобы не поставить женщин в неловкую ситуацию. Вы знаете, когда-то в советское время показывали царские фильмы, и мне очень нравилось, когда прощаясь или когда встречали кого-либо гусары или воины русской армии, которые жили в постсоветском, вернее постцарском пространстве, они говорили такие слова «честь имею». Почему? Потому что слову «честь» уделялось очень большое количество внимания, и за честь умирали, за честь воевали, за честь сражались. А какие были три слова? Любовь, честь и совесть, вы представляете? Если убрать, не надо ни убить, ни украсть, ни так далее. Вот если сохранить у людей желание быть честными, совестливыми и отвечать за свои поступки или нести нравственную ответственность за слова, которые они говорят, за обсуждение, незаслуженное опорочивание кого-либо, обсасывание, незаслуживание, бездоказательные наговоры или бездоказательные наклепы, если бы этого не было у людей, то мир был бы лучше. Представляете? Иногда, ну и вернемся к этой теме. Естественно, когда учитель берет на себя ответственность быть педагогом, то первое, что он должен прививать, это не знание, а возможность быть детям интеллигентными людьми. И он должен воспитать это в людях. То есть он должен говорить, что мальчики уступают место девочкам, девочку нужно подсадить, если у нее не получается, девочкам нужно помочь донести, потому что она более слабая. И этот пример, он должен постоянно прививаться. А когда мальчик, и это минус учителя, и скорее всего учитель сам этого не знает. Почему? Мы вырастили целое поколение беспринципного населения. К сожалению. А кто в этом виноват? А разве это имеет значение на сегодняшний день? Кто виноват в том, что мы вырастили беспринципное население, отчасти виноваты сами люди. Почему? Беспринципное отношение к женщине проявляет отец в семье. А чем сын будет лучше отца? Понимаете? А имеет ли право взрослый мужчина угрожать маленькому ребенку? Тоже не имеет права. А почему он угрожает? Потому что на этого мужчину маленького, который тоже является мужчиной, никто не может повлиять. Так вы должны посадить этого маленького мужчину и спросить у него, что ты делаешь не так, как ты себя ведешь. Придите когда-нибудь и незаметно посмотрите, что делают ваши дети. Вы будете в таком шоке. Возьмите, положите диктофон в портфель, чтобы не видел ребенок. Послушайте, о чем он говорит. Вы услышите вообще не те слова, которые он говорит дома. Вы услышите в третьем классе маты, пасквили. Услышите большое количество просто грязи какой-то, которая совершенно не нужна. Почему? Дети – это прослойка общества. Дети – это прослойка общества. Наше общество, к сожалению, не самое лучшее, наверное. И прослойка обыкновенной школы, наверное, не самая яркая. Сын Лев заканчивает девятый класс. Ему нужно поступать или пусть учится до одиннадцатого класса? Пусть учится до одиннадцатого класса. Как сделать посох силы, осветить и благословить его? А я никогда не говорил, что я буду рассказывать, как делать посох силы. Я считаю, что это абсолютная ерунда. Если вы хотите сделать посох силы, то вам нужно выбрать палку такую из золота. Или посмотреть о посохе силы, которые есть у Папы Римского и нашего митрополита Никодима или Алексия. Посмотрите, посох силы – это большая труба сваренная, которая весит 30-40 килограммов из чистого золота. Он ее держит в руке. Тем самым это и называется посох силы. А почему силы? Эко взять такую трубу, да поехать куда-нибудь, правильно? Сила есть, ума не надо. Донес трубу на 30 килограммов золота, распилили, и можно жить потом год нормально, да? Может это являться посохом силы, да? Можно хоть о посох почесаться, конечно, конечно. Знаете, когда трут там золото, оно стирается. Я готов устроиться натирать посох, все в порядке. Является ли это посохом силы? Конечно. Как его изготовить? Очень несложно. Берете трубу из золота весом 15 килограммов, прикручиваете к ней еще одну трубу весом 10 килограммов, и сверху еще одну трубу, чтобы получился крест. Ходите с такой 30-килограммовой трубой. Только не забудьте брать охрану. Является ли это посохом силы? Да. Также вы можете изготовить крест силы, цепь силы, а также корону силы. Вот батюшки, знаете, такие большие есть на голове, я не знаю, как их называют. Как? Тиара. Тиара. Они на голове такие штуки красивые носят, особенно на праздники, такие как Крещение Руси. И там они инкрустированы бриллиантами. Я когда-то смотрел религиозную программу, и там во время Крещения, во время, вернее, Пасхи, батюшка выступал, ну, митрополит. И он так медленно говорил о вере, о том, что нужно помогать ближним людям и так далее. И тот человек, который говорил это, ну, как бы сурдопереводом, он говорит, это очень хорошо, что есть у нас вот такие вот подвижники или сподвижники. Я хочу вас обратить внимание на то, насколько сподвижники помогают нашему митрополиту. Посмотрите, с испокон века люди помогали церкви, и в наше время церковь начала как раз очень хорошо процветать. Посмотрите, вот те искорки, которые вы видите от его этой шапки, это настоящие бриллианты. И этих бриллиантов на эту шапку ушло около 20 тысяч единиц. И общей стоимостью там несколько миллионов долларов США. И после этого начали показывать тех бабушек, которые внизу находятся без зубов, с покрученными руками, на костылях и так далее. И это нечестно. Сподвижник это когда сверху сняли золото с церкви и пораздавали людям, чтобы они жили лучше. Или сняли крест, распилили его и раздали несчастным, которым нужно делать операции. Ведь сейчас же очень много детей, которым необходимо делать пересадку костных тканей. Сегодня приходили люди с какими-то катастрофическими заболеваниями. У меня есть 23-летняя девочка, лечилась в гематологическом отделении, а сегодня ей сказали, что нужна пересадка костных тканей. И у нее четверо детей, она без мужа, и не за что это делать. Ну знаете, и таких, а кто им должен помогать? По идее им должна помогать церковь. Раз государство не может, то церковь должна помочь. Существует ли обряд от мышей? Да, я могу вас научить прогонять мышей, а также могу вас научить прогонять тараканов. Нужно споймать таракана, переложить его в левую руку и после этого поставить левую руку вот так перед собой и представить, будто таракан в середине вашей руки светится белым светом. После этого делаете так, и представляете, будто все белое таракана входит и заполняет вас в середине. После этого таракана не глотайте, его необходимо отпустить, он должен быть живым. Он соберет всех тараканов и всех полностью выведет из вашей квартиры. Я сто раз это делал, сто раз. Можно ли его через марлечку какую-то, да, мышку ловите, ее там в тапочек споймали в банку и делаете то же самое. Вдыхаете так, представляя, будто мышка белая и вы втягиваете воздух, представляя, будто все белое из мышки вы забрали себе. Отпускаете мышку, она собирает всех мышек и уводит. Да, то же самое. Если сделать так с собакой несколько раз или с кошкой, то она может умереть. Поэтому это магические практики не очень хорошие. Ребенок очень привязан к компьютеру. Я надеюсь, что я не оскорбил ту женщину, которая спросила о ребенке из школы. Я надеюсь, что это полезная информация и, ну, может быть, где-то такое ощущение создалось, как будто я прямо обвинил все общество. Нет, оно не буквально деградированное существует. Это некоторое количество людей. Ну, вот просто идет, допустим, большой поток людей, но один человек кричит. И вот о том, что один кричит, слышат все. Правильно? Поэтому, когда человек деградирует, то своим криком или своими вот такими поступками он омрачает жизнь огромного количества людей. Поэтому, когда было раньше на один миллион человек три человека кричащих, то общество где-то не понимало этого, не слышало. А сейчас кричащих много. Но их не так много, чтобы затмить здравый смысл всех остальных людей. Ох ты ж, какие вы мне пишите сегодня красивые и большие письма. Скажите, пожалуйста, по поводу мяса. Грех его есть или нет? Можно ли производить одежду из кожи и меха? Смотрите, Бог – существо, которое не имеет тела. Можно так сказать? То есть это существо, у которого нет тела, а следовательно нет никаких совершенно проблем. То есть у Бога нет проблем. Кто с этим не согласен? То есть это существо, которое всегда жило и которое всегда будет. А как доказать, что это существо жило или живет и будет жить? Оказывается, в случае, если вы чего-то хотите и нет никаких шансов, чтобы это произошло, но вы говорите, я верю в Бога, пусть это произойдет и это происходит, то в этом случае это является единственным доказательством того, что Бог существует. Но это было в вашей жизни? Давайте я скажу, это было в жизни каждого человека. Когда вы говорили, скоро будет чем заплатить, и это происходило. Это же не вы сделали, это кто-то для вас сделал. Так вот, я хочу вам сказать, это сделал для вас Бог. Это его доказательство. Так вот, существо, у которого совершенно нет физического тела, не нуждается ни в чем. То есть ему не нужно ни кушать, ни спать. Естественно, такое существо не может ни слышать, ни видеть, ничего делать. Но это существо может управлять чем-то. А теперь объясните мне, существо, которое что-то хочет делать, может это делать с каким мотивом? То есть существо, которое создает новый день, новую ночь или сон, это существо, у него какой мотив, для чего он это делает? Существо это должно делать с мотивом того, что ему это нравится или не нравится. Потому что в случае, если бы ему это не нравилось, то это существо невозможно было бы заставить, чтобы он это сделал. Правильно? Поэтому то, что происходит в жизни, это говорит о том, что Богу нравится делать жизнь. Правильно? Я правильно говорю? Олеся, вы же философ. Я с философской точки зрения правильно выражаюсь? Абсолютно. То есть в случае, если у Бога, как у существа, которому нравится что-то делать, его слово «нравится» является творчеством. Поэтому творчество, которое делает Бог, оно нравится ему. Поэтому Бог – это существо, которое творит. Именно поэтому его называют творцом. И он это делает, потому что ему нравится. А значит, слово «нравится» получать от того, что ты делаешь удовольствие. Из этого следует вывод, если человек хочет, чтобы в его жизни что-то приносило, чтобы жизнь была высокодуховной, он должен стремиться жить как Бог. Или жить так, чтобы то, что ты делаешь, тебе нравилось. То есть твоя жизнь должна тебе нравиться. Тогда кто такие высокодуховные люди? Высокодуховные люди – это люди, которые живут так, чтобы жизнь им нравилась. А скажите, Бог создал жизнь таким образом, чтобы люди пользовались этой жизнью, правильно? А скажите, в этой жизни Бог создавал жизнь так, чтобы шансов на жизнь было больше или меньше у кого-то? Конечно, человек скажет, да, Бог так создал, что у кого-то меньше шансов жить, а у кого-то больше шансов на выживание. А я хочу вам сказать вот что. Дело в том, что мир создан для всех одинаково. И у этого мира есть один принцип. Этот принцип звучит так. У каждого есть физическое тело. Это физическое тело есть у микробов. Это физическое тело есть у плесени, у грибов, у растений, у животных. То, что вы считаете, что микробы не чувствуют, очень напрасно. Даже у инфузории туфельки есть нервные окончания. Вы представляете, то, что сейчас говорят, что деревья не чувствуют, очень напрасные заявления. А вы знаете, что люди, которые живут на земле, они уничтожили 80% лесов, которые были, пока популяция людей была меньше. Скажите, а в этих лесах жили животные? Да. А в этих лесах жили растения? Конечно. А там птицы существовали? Да. А вы знаете, что около нескольких сотен тысяч растений и животных полностью исчезли? И их больше мы никогда не увидим. Ну, там, австралийский тигр, какие-нибудь там веслоухи, обезьяны. То есть, огромное количество животных, которые полностью исчезли, их мир никогда не увидит. И в этом виноваты люди. Тогда давайте мы не будем есть животных, а будем убирать популяцию людей. Ведь они же виновны больше. Ведь если рассматривать человека, то когда вы кушаете кашку, вам для того, чтобы вырастить пшеничку, необходимо засеять поле? А что было на этом поле? А вы родили деточек, деточки родили еще деточек, детки родили еще деточек. Полей нужно больше? Больше. А когда вы это поле засеяли, то там жили птички или жили там какие-нибудь там комарики или еще кто-то. Муха – источник заразы, давайте ее убьем. А там заяц – совершенно ненужное существо, давайте его убьем. А человек решил, что он прямо божественное существо и имеет больше права жить на этой земле? Понимаете, то, что люди выращивают поля, и то, что убивают растения, и то, что количество лесов уменьшается, это не зазорно. Знаете, там зазорно кушать кашу, но для того, чтобы вырастить кашу, необходимо было засеять. А для того, чтобы засеять, нужно было вырубить лес. А для того, чтобы вырубить лес, нужно было уничтожить грибы, растения, убить этих птичек, убить комариков, червячков и так далее, и так далее. И популяция эта растет неминуемо. Я хочу вам сказать, что что бы вы ни ели, кашу, хлеб или что-либо еще, вы убиваете животных, несомненно. Также, во время, вот сейчас вы глотаете, проглотите слюну, вот когда вы ее проглотили, вы убили миллион микробов, которые были на вашем языке. Когда вы чихнули, вы распространили еще миллион микробов, которых убьют те люди, которые их проглотят и своим иммунитетом уничтожат. А они в чем виноваты, скажите мне? Мир устроен, а человек в чем виноват? Родился и потом умер. Мы виноваты только в том, что у нас есть физическое тело. А Бог создал мир таким образом, чтобы все этим пользовались. И когда человек чем-то не пользуется, то он тем самым презирает Бога. Вот отец меня создал, после этого я подхожу к своему отцу, он говорит, покушай, сынок. Я говорю, не буду, почему? Я не хочу есть то, что ты сделал. Почему? А я вот придумал. Он говорит после этого, надо же, плохой мне сын. Почему? Презирает то, что я для него делаю. Почему? Ему для того, чтобы сделать это, необходимо было поработать. А я как самый умный говорю, я не буду это трогать. И не буду, потому что я умный, да. Я не буду. Я презираю своего отца, я не буду этим пользоваться. Если вы люди, которые стремятся к высокой духовности, знайте, все, что сделал Бог, все правильно. Поэтому, что бы вы ни ели, и что бы вы ни пили, и как бы вы ни одевались, это все с позиции Бога правильно для человека. Когда человек говорит, ну нас же станет много, мы все съедим, все убьем, мир в труху и так далее. Есть очень хорошие слова из Библии, они звучат так, на все воля Божья. Понятно? Человек очень много на себя берет, думая, что он может что-то в этом мире сделать. На самом деле все контролируется, не переживайте. Все идет под контролем. Когда нас станет очень много, то нашу популяцию уменьшат. Можете даже в этом не сомневаться. Когда с одной стороны мира рождается миллион человек, можете даже не сомневаться, с другой стороны мира миллион умирает. Но человеческое тело, оно имеет такие принципы. Вот смотрите, люди просто не видят объективных совершенно других принципов. Почему мир стал хуже? Я вам хочу объяснить это совершенно другой позиции. Смотрите, сколько воды на территории мира? Можно ли сказать, что этой воды 80%? Да, на территории мира 80% воды. Все остальное суша. Согласны? Тогда скажите, что Бог любит больше, воду или сушу? Давайте я отвечу, воду. Тогда ему нравятся те животные, которые в этой воде находятся. Правильно? Ну что-то в этом есть. А скажите, за последние годы моря засоряются? Давайте я вам скажу. Они засоряются пластиком, океан засоряется. Там проводились даже испытания. Многие страны используют океаны для того, чтобы их засорять. Я использую их как склады или мусороотстойники, выбрасывая туда все ненужное. Особенно это страны Ливан, это страны Индия. Я вам хочу сказать вот что. Чем больше человек будет царить в океан, тем хуже людям будет житься на земле. Потому что когда обижают то, что любит Бог, то все остальные от этого страдают. Поэтому если мы хотим, как человеческая нация или как люди, которые куда-то двигаются, к чему-то прийти, то мы не должны защищать дельфинов и тюленей. Мы не должны ничего делать и защищать там животных или что-то не носить. Мы должны прекратить мусорить в океан. И именно это нужно рассматривать как основную задачу мирового масштаба. Это должно прекратиться. Если никто не прекратит мусорить, смотрите как это происходит. Океан становится зараженным. После этого океан создает самое большое количество воздуха, создает ионизацию воздуха и создает облака. После этого облака начинают проявлять токсины и люди от этого начинают болеть. Только потому что океан обижает. Представляете? И то, что люди деградируют, очень часто связано с тем, что океан засорен. Океан засорять нельзя. Он самоочищением заниматься не может. Именно поэтому в мире происходят вот эти катаклизмы, неприятности. И люди становятся не лучше. Почему? Техногенный процесс приводит к тому, что моря и океаны засоряются. Если люди не будут это делать, то в дальнейшем, хоть едите вы мясо, хоть не едите, ни животных, ни людей не останется. Подскажите, как эзотерически убрать лень? Эзотерический лень убирается принципиально элементом веры. Или же желанием, даже не желанием, а возможности. Эзотерический лень убирается элементом возможности. Вот смотрите, мне лень это сделать, но я говорю себе, это даст мне возможность. И в случае, если я это сделаю, то это даст мне возможность. Таким образом, смотрите, лень и страх можно убирать так. Мне страшно выступать перед публикой, но я говорю, я выступлю перед публикой, потому что это даст мне возможность стать, и дальше называется, или может считаться, как я могу стать более богатым, это даст мне возможность стать более знаменитым, это даст мне возможность стать более счастливым. Вы представляете, скажите, если лень заменить на слово «возможность», то тогда лень исчезает? Мне лень тренироваться, но это даст мне возможность быть более богатым человеком. Тогда захочешь заниматься спортом, допустим, да? Почему? Особенность любых победителей Шварценеггера, Луи Фериньо, Мадонны, скорее всего Леди Гаги, скорее всего Дональда Трампа заключается в том, что они рассматривают любые проблемы страхи, лень и нежелания как возможности к чему-нибудь, к достижению чего-либо. Поэтому быстрое принципиальное изменение своей жизни возможно, если человек в моменте, где ему лень или где он испытывает страх, произносит слово не мне страшно, а это является моей возможностью для чего-либо. Таким образом, очень быстро можно это перешагнуть и в дальнейшем быть совершенно другим человеком, жить по принципу новых возможностей. Скажите, просто это использовать? Тогда где же взялись эти люди, которые говорят, вот страх, это так сложно, это нужно сублимировать. Что ж тут сложного? Слушайте, рассматривайте страх как в новую возможность своей жизни. После этого страх исчезнет. Просто. Ну, видите, эзотерика, она объясняет или дает вопросы. Андрей Андреевич, когда правильно слушать шумы для заклинания или развития ясновидения? Лучше в вечернее время. Все, что приобретается, лучше слушать в вечернее время. Как избавиться от стеснительности и застенчивости, иногда неоправданной, иногда? Ну, так вот, я об этом сейчас и сказал. И делайте это с позиции возможностей и застенчивости не будет. То есть, я стесняюсь познакомиться с этой женщиной, но это даст возможность ее завоевать и завоевать ее сердце. А-а-а! Все, теперь я должен ее завоевывать. Понимаете? Это даст мне возможность жить с такой самой красивой женщиной. Понимаете? С позиции возможностей нужно рассматривать. Скажите, опасно ли покупать вещи в секонд-хенде и как их обезопасить от чужой энергии? Вещи в секонд-хенде опасно покупать, потому что они заражены чужой энергией. Но для того, чтобы эту энергию снять, достаточно эти вещи засолить. То есть, в случае, если вещь эту искупать в соленой воде и дать полежать в соленой воде, то любая энергетическая проблема, которая находится в этой вещи, будет снята. Понятно? Огонь и соль убирают. А если солить, не помогает. Надо в соленой воде. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Когда читаю сто раз мантру Амитапхи или другую длинную мантру, начинаю задыхаться из-за порока сердца. Можно ли читать мантры шепотом мысленно и меньшее количество раз? Можно. Как и для чего применять ваджу при чтении мантры заклинаний? А есть у нас ваджа? Эдик, сынок, ты можешь ваджу дать? Попроси его, пусть ваджу даст, я покажу, как ее пользоваться. Второй предмет, трифола или трила. Как она называется? Трила, да? Вот такой предмет, вы, наверное, видели. Шива держит в руке на своих изображениях. Что он обозначает, этот предмет? Это символ, я руководитель. То есть, да, я властвую. Если вы этот символ купили и поставили в своей квартире этот символ, то после этого вы являетесь руководителем этой квартиры, и все будут интуитивно понимать, что вам нужно подчиняться. Представляете? То есть, если вы такой символ поставите и купите его за свои деньги на своем столе у себя на работе, то все, кто на вас и кто с вами работает, будут вам подчиняться и будут вас слушаться или будут вам прислушиваться. Спасибо, сынок. Давай большое. Вот такой. Он есть еще такой. Имеет ли размер значения? Не имеет. Хотите быть главным в семье? Ставьте дома на холодильник, пусть стоит. Только нужно купить за свои деньги? Жена не может купить и подарить мужу. Муж должен сам взять, купить и поставить. Вы боитесь, что вас уволят с работы? Поставьте такой символ, и вас уже сработает и никогда не уволят. Также вы работаете на кого-то. Если вы поставите такой символ, то вас будут 100% поднимать по вашей служебной лестнице. Именно поэтому такой символ находится на моем столе. Почему? Ну, вот так. Нравится? Ваджра. Каким образом ее использовать ваджу и для чего? Дело в том, что ваджра, она создает потоки энергии. В случае, если вы хотите воздействовать на внешний мир и хотите, чтобы внешний мир принес вам какое-либо событие, то ложите ваджу так, чтобы она направлялась от вас вперед. Если вы делаете ритуальную защиту и читаете мантры, которые должны принадлежать только вам, но вы никак не хотите воздействовать на этот мир, то ваджра должна вот таким образом стоять перед вами. Но если вы будете его так ваджру держать, то тогда это лучше будет воздействовать на ваше здоровье. Так влияние на внешний мир, так влияние на ваш внутренний мир, а так на ваше здоровье. Таким образом, я хочу читать мантру для сердца. Ом цита як хихум, допустим, я должен держать ваджу так. А если денег, ом намо пагалате апарамитаджу роджнана, сувине, и я держу в этот момент вот так мантру. А если я вот так ее держу, то я читаю мантру Чигимо. То есть, вот таким образом я и работаю с вот этими ваджжами. Если мне не хватает своей персональной энергии, когда я работаю с большой группой, то очень часто я направляю ваджжу вот так. А когда я заканчиваю, чтобы не было обратного эффекта, как бы отхлынивающего из океана волны, такое иногда бывает. Когда в одну сторону бросает человек энергию, и после этого эта энергия может в виде волны в обратную сторону его долбануть. Я извиняюсь за такие слова. То я очень часто делаю и после этого ваджжу разворачиваю. Таким образом, влияние на меня обратного эффекта оттока или, я не знаю, как правильно назвать, наверное, влияние в обратную сторону движения энергии, которая мне совершенно не нужна, препятствуется, и после этого я ее не получаю. Многие видят, как я занимаюсь людьми, очень часто держу ваджжу. Или так, или так, или так сижу, или еще как-то ее держу там. Очень часто я ее использую в ходе ритуальных практик, она мне очень нравится. Допустим, при работе с гневными духами я очень часто поворачиваю ваджжу и ставлю ее перед собой для того, чтобы влияние гневных духов не происходило на меня. Где ее нужно держать? Возле груди. Потому что самое интенсивное влияние происходит на четвертую чакру. Понятно? Можно носить четырехлучевую ваджжу. Если дома положить четырехлучевую ваджжу вот так, то тогда в семье будет увеличиваться материальное благополучие. Но лучше делать так, чтобы ваджжа лежала на подушечке. Одна из самых уникальных техник – это медитация на ваджжу с представлением, будто она стоит у вас на одну, вторую выше вашей головы. То есть на согнутом локте выше головы. И имеет свечение золотистое и солнечное. Как вы думаете, что это принесет человеку? Нет, материальное благополучие. А мантра звучит так. Ом ваджрахум. Ом ваджрахум. А когда ломается двойная ваджа? Ремонтировать. Ремонтировать. Когда ломается двойная ваджа, то ее нужно ремонтировать. Или использовать как одинарную ваджу. Давайте купить новый. Товарищи, давайте сделаем так. Пускай у меня будет сегодня монолог. Потому что эти вопросы, возможно, они имеют индивидуальный характер. Есть вот такое приспособление. Вы, наверное, его видели, да? Смотрите, в этом приспособлении я сейчас покажу. Для тех людей, кто путешествовал в Непале, Тибете, Мустанге. Ну, в Мустанге, наверное, никто не путешествовал. Там на севере Пакистана. Часто можно возле гор увидеть людей, которые крутят вот такую штучку. И у меня всегда вопрос. Что же там в середине находится? Давайте мы сегодня открутим и посмотрим, что же они там крутят в середине. Ага, бумажечка там какая-то находится. Открываем. Это, наверное, бумажечка, когда сигареты заканчиваются, чтобы можно было, как это называется, самокруточку сделать. Потому что бумага очень похожа на самокруточную бумагу. И что же на ней написано? А на ней написано многократно на санскрите. Ом мани падмэхум. Что по-русски обозначает, пусть деньги прилипают ко мне, как грязь. Это я так шучу. Здесь написано мантра ом мани падмэхум. Эта мантра здесь много-много раз написана. Можем ли мы это использовать в своих коммерческих целях? И как это работает? Буддисты, а также те верующие люди, которые используют такое приспособление, считают, что в случае, если вложить туда определенную мантру и крутить ее, то это будет один вот такой виток, как 108-разовое повторение этой мантры. Таким образом, один виток – это 108-раз как бы мантра повторилась. А что вам мешает взять вот такой предмет, купить его у нас? После этого аккуратно разобрать и написать 108-раз вот здесь вот заклинание. Или свое желание. Скоро у меня будет любимый персональный муж. Скоро у меня будет любимый персональный муж. После этого сложить это все, вложить сюда и после этого закрутить, закрутить. Сейчас, если я его окончательно не поломал. Закрутить. И после этого смотреть телевизор и крутить. Вообще не имеет значения. Вообще крутят против часовой стрелки. Сейчас я посмотрю. Нет, нет, крутить нужно по часовой стрелке. Вот я смотрю, как часы, вот так от себя. Вот если я поставил часы, то я кручу прямо по часовой стрелке. Вот так и нужно крутить по часовой стрелке. Таким образом, у вас будет добавляться возможностей. То есть вы как 108-раз подумали за один виток. Вот сколько раз я тут отчитал, скоро я выйду замуж. Сразу же там. Может ли это являться грубо экстрактором для исполнения мечтаний? Конечно. А развить ясновидение? Берем, покупаем вот этот инструмент. Вкладываем в него мантру для ясновидения. И после этого раскручиваем. Сидим перед телевизором. Та-та-ра-та-та-там. Курим же, как всегда. И там матюкаемся. Вот, вы тут задолбали, ходите. Чего вы не спите уже? Закройте рот. А в это время развивайте ясновидение. Видите? Отличная идея. Не забудьте, покрутили это. Позвонили в колокольчик. Итак, нужный ли ритуальный предмет? Конечно же, нужный. Мантру уберу. Андрей Андреевич, как вы относитесь к вегетарианству? Поедание мяса – это приобщение к энергии смерти. Я к этому отношусь следующим образом. Я считаю, что люди – это сублиматоры смерти. Я считаю, что человек виновен в смерти миллиона микробов ежесекундно. Миллиардов грибковых инфекций ежесекундно. Я считаю, что когда вы ходите, вы очень часто давите микробов, давите тараканчиков, муравьев. Ваши дома, которые вы строили, они очень нарушают и убивают микрофлору. То, что вы ходите в канализацию, засоряет и убивает рыб, рыбы недополучают другие животные. Вообще, популяция людей – это источник заразы для животных. Я говорю вам серьезно. И вы уже приобщены к смерти. Вы являетесь ее частью. При этом вы можете быть и участником, и безучастным участником тоже. Поэтому вы сходили в туалет, вы думаете, это никому не принесет зла никакого? Напрасно. Вы на улице выбросили бумажку, никому вы думаете, не сделали ничего плохого? Напрасно. Вы думаете, там где-то дерево срубили, а там за счет этого люди, популяция людей убивает нещадно большое количество животных. Несчадно. Человек убивает в середине себя свои клетки, друзья мои. Вы не думали об этом? Каждые семь лет человек убивает свои клетки, и новые возрождаются. Таким образом, вы сами себя уничтожаете. Человек сам себя уничтожает. Каждые семь лет ваши клетки обновляются и становятся другими. Везде. Семь лет, и вы совершенно другой человек. Когда человек говорит, я не ем мясо, вы ошибаетесь, если вы думаете, что тем самым вы приобщаетесь к смерти. Вы являетесь той же смертью, просто делая это, будучи человеком в социальной популяции людей. Если вы, допустим, уберете животных и начнете выращивать только хлеб и кушать только хлеб, то популяция, которая здесь находится, ей будет нужно выращивать больше зерна, больше культур и выкармливать только за счет этого. Почему? Когда человек ест мясную пищу, то он съедает меньше углеводов. Вы в курсе? А когда вы съедаете больше углеводов, то нужно больше сеять пшеницы, нужно больше растений выращивать и больше убирать лесов. Правильно? Или я не прав? Тогда в случае, если вы будете убирать леса, то вы убьете тем самым больше. Конечно же, когда люди говорят о вегетарианстве это хорошо или плохо, я обычно говорю, я ни при чем. Я считаю, что и одно, и другое это перекос. Не стоит на этом зацикливаться. В тот момент, когда я не хочу кушать мясо, я ем рыбу. А кто сказал, что ее можно убивать? Люди просто не понимают. Растения тоже, они имеют чувства. Просто люди не знают этого, а я знаю. Почему? У меня хорошее настроение, цветы распускаются. Как только плохое настроение, все вянут. Помнишь, как у нас растение умерло? Тетенька пришла и говорит, какое растение у вас красивое. Ой, какое красивое. Ушло, оно за час засохло. Помнишь? Хорошо, что я поколдовал. Тетя с красивым глазом просто пришла. Возможно, прослушал эзотерические практики, убрать лень, лень, лень. Расскажите, научите. Прослушали, ответ был, прослушайте в записи. Дальше. У нас минора еще есть. Вот такой вот красивый семисвешник. А что же он обозначает? Это и есть элемент поклонения Богу. Почему? Все, что в мире существует, прекрасное, оно является элементом семи. Вы не знали об этом? Давайте я вам скажу, смотрите, музыка прекрасна, в музыке семь нот. Смотрите, цвета прекрасны, основных цветов семь. Понимаете? Таким образом, Бог начал с семи. То есть, Он начал все вокруг нас, имея цифру семь. Просто люди этого недостаточно, ну, люди этого не знают и не очень хорошо понимают. Семь чакр, семь нот, семь цветов, семь событий ключевых в жизни человека. Но вот эта цифра семь, она магическая и по-другому обозначает, как элемент Бога. Что такое Бог? Бог – это тепло, можно сказать. Или холод. Смотрите, человек вообще, какое существо? Смотрите, если бы человек был существом темноты, то ему бы нравился холод, ему бы нравилась холодная еда, холодная пища, холодная вода. Но вы, когда спать ложитесь, укрываетесь одеялом, значит, вам необходимо тепло. И кушать любите теплую пищу, значит, вам необходим огонь для того, чтобы сделать тепло. Правильно? И днем вам нравится, потому что солнышко выходит, вам хочется загорать. Почему? Человек склонен к теплу. Тогда можно сказать, что люди в большинстве своем – солнечные существа. Огонь, который возжигается на семиконечном светильнике, обозначает семь элементов Бога с семью элементами тепла, которые может быть у человека. Это тепло чувств, тепло физического тела, это тепло взаимоотношений в квартире или в доме, это тепло отношений людей, которые вокруг человека находятся, это тепло между мужчиной и женщиной, тепло между детьми и дедушками, тепло между дедушками и внуками. Понимаете? То есть это семь теплых отношений. Когда она зажигается? Она зажигается исключительно в субботу вечером или в пятницу вечером и в субботу вечером догорает. Ставить ее нужно исключительно только на подоконник, на кухне, ни в какое другое место. Используется только учениками, прошедшими не менее трех ступеней. Называется данный предмет минора. Если его зажигать, то очень улучшаются отношения в семье. Все мирятся, становится тепло, хорошо, никто не обижается, нормальными люди становятся, не злится никто. Ее можно приобрести в двух размерах, и такого размера, и такого на нашем сайте. Скажите, получается у меня сегодня лекция, интересно вам вообще? Такой дайджест эзотерических предметов, которые можно приобрести. А, хочу прорекламировать. У нас появилась книжка, которая называется «Символы от школы Кайлас». Только дорогого Андрея Андреевича упоминания здесь нет. Придется каждую подписать и написать. Дуйко. Ладно, я шучу, это не важно. Здесь сзади указан мой сайт. По вопросам приобретения книги сзади написано, что здесь в этой книге. Если ее открыть, то здесь 112 символов с подписанными назначениями. Для чего это необходимо? То есть большое-большое количество очень красивых символов. Везение на весь год, исполнение желаний, исполнение желаний три, исполнение желаний четыре. Кстати, у нас теперь выпускаются еще и вот такие деревянные талисманчики. Скажите, похоже? Да. А, похоже? Красиво. Здесь даже красивее. Неудобно же книгу такую носить или на нее медитировать? Можно такой талисманчик разукрасить разными красивыми цветами и дома повесить где-нибудь, чтобы ваши желания исполнялись. Везде есть подписанное исполнение желаний, а также везде есть изображение нашего логотипа «Школы Кайлас». В виде руки. Смотрите, красиво. Такие символы можно в дальнейшем будет заказывать у нас. И это будет у нас перед Новым годом. Они в очень хорошем исполнении. Особенность этих символов заключается в том, что вот эти пуговки или вот эти вот санскритские буковки, которые здесь написаны, они имеют правильное обозначение и красивое качество. И уже вам не придется там правильно или неправильно рисовать, потому что я постарался сделать так, чтобы было абсолютно правильно нарисовано. И уже вот таких нюансов у вас появляться не будет. Также из-за того, что все подписано, будет понятно, какой стороной ставить. Внизу подписано человека, делает успешным. Какой стороной ставить? Ну так и нужно ставить. Также дома можно будет это все разукрасить и использовать в ходе медитации, медитируя на данный символ, или сделав его талисманом своей семьи, или сделав его талисманом своего магазина, чтобы привлечь людей. Выносить ребеночка – полезный талисман. Защита автомобиля – нужный талисман. Конечно, такой положили в машину, можно ездить. Безопасность за рулем, защита дома от бед, от всех заболеваний. Бросить принимать алкоголь, искоренение зла. Это же вообще самый полезный. Его вообще нужно обязательно использовать. Успокоить близких и так далее. Видите, их 112 штук. Есть очень красивые защита дома и офиса от зла. Данную книжечку можно уже приобрести у нас на нашем сайте. KailasDefisMagishop.com Те символы, которые будут идти от меня, их заряжать не нужно будет. Я их позаряжаю сам. Для чего? Чтобы вам было удобнее. При обряде с розой для вынашивания. Если обернула в очень тонкую ткань, это все равно будет работать. И куда эту розу положить? Будет ли работать, несмотря на то, например, если беременная болеет ОРВ, организм слабый, живот плохой экологии и так далее. Может, что-то можно сделать еще, чтобы выносить здорового ребенка. Сейчас я покажу символ. Выйти замуж есть, чтобы рождались дети. Здесь есть символ, который называется для рождения, для вынашивания ребенка. Я его сейчас найду и вам покажу. Мне не жалко. Выносить ребеночка. Вот смотрите, я его вам покажу. Женя, видно его? Видно, да? Вот смотрите, перефотографируйте его. Этим символом беременной нужно постоянно тереть лоб. То есть берет и вот так трет. И так 4 раза в день. Если этим символом тереть лоб женщине, она никогда не сможет не доносить ребенка. То есть 100% выносить. Если тереть 3 раза в день, то в самом плохом случае, плохого случая не будет. Проверенный символ действительно очень хорошо работает. Уважаемый учитель, извините, меня преследуют экстрасенсы из России. Как я могу избавиться от них? Самое лучшее избавление от экстрасенсов, которые преследуют в России, не обращение на них внимания. А игнорируйте. Помните, как было в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Он говорил, а я в милицию позвоню. Он говорит «Тьфу на вас!» Он говорит «Точно, точно позвоню». Он говорил «Тьфу на вас еще раз!». Точно так же, когда вам эти люди будут что-то говорить и будут говорить «Мы вам как раз душегубим тут вас за душегубческую губу!» Говорите «Тьфу на вас!» Говорят «Тут и подсунем, и фотографии сжарим на сковороде!» Говорит «Тьфу на вас еще раз!» Все. Сделайте, что хотите. Только делайте, а вы им скажите «Сделайте так, чтобы я хоть почувствовала!» Хочется, чтобы хоть где-то зачесалось, хочется не быть. Скажите, что-то вы делаете, делаете, и ничего не происходит. Ну что ж, вы уже что-нибудь начните делать. Я сейчас прочитаю вам очень интересное письмо. Это письмо называется «Переписка Алексея с Андреем Андреевичем». Я сейчас найду. Переписка. Ай, боже, чья. Сейчас, переписка. С Алексеем. Сейчас я найду эту статью. В архивах, я думаю, найдется сейчас это в архивах. Ага. Хотел вам прочитать письмо. В общем, хотел вам прочитать письмо. И там мужчина пишет. Ты даже не представляешь, кто я такой. Я знаменитый экстрасенс. Зовут меня Алексей. Я даже фамилию свою не скажу. Там и дальше начинаются угрозы. Я ему пишу. Я и сделаю из тебя, и там, я сделаю из твоей головы, сделаю трансклюкатор. И дальше в моей переписке я ему отвечаю. Конечно, я с удовольствием готов, чтобы ты сделал из моей головы трансклюкатор. Но сделай это так, чтобы меня аж там порвало на мелкие части. Трансклюкируй меня. Он, да ты не понимаешь, с кем ты связываешься. Я такое сделаю. Я всегда говорю такие слова. Давкающиеся собаки не кусают. Вот если я хочу что-то делать, то я делаю так, что никто не узнает. Понимаете? Вообще никто никогда не узнает. И не скажу даже этому человеку. Буду ходить и ехидно улыбаться. Просто так. И то про себя. Смысл у него какой? Матерь не может что-то сделать? Всяко бывает, а что? Всяко бывает, а? Тут затерки России решают женщину тут заклевать вообще. Смысл есть, значит. А смысл какой у человека? Чепуха просто. Я обычно считаю, что это психические люди. Одержимые какой-то идеей. Знаете, там, кому-то, кого-то, да, кого-то зацепило. Я знаю таких людей, которые умудряются даже не в подъезде, а в лифте накакать. Извините, я с этим говорю. У нас такое было в нашем лифте. У нас очень дорогой дом. Внизу находятся люди, представляете, там. И кто-то умудрился накакать в лифте. Причем человеческим. И там было написано «любовь это» на английском языке. «Ла-выз» и просто обмазано пальцем. Ну, кому-то очень понравилось, знаете. Есть такой тип людей. А не сделать ли какую-нибудь гадость, знаете. Это тоже подселение. Такое тоже бывает. И ничего в этом хорошего или плохого нет. Такой мир, знаете, все в порядке. Будет ли новая седьмая ступень? Будет. Когда-то. Я обещаю, что все ступени когда-нибудь будут. Я не отказываюсь от того, чтобы вести ступени. И сто процентов их проводить буду. Будет ли новая седьмая? Да. А новая первая тоже будет. Когда? Скоро. Скоро следите. На вашей странице было выложено мантра. Где нужно было представлять солнцем себя. И на нем читать мантру на деньги. Насколько сильно она действует. И с какой периодичностью ее читать. Все абсолютно символы. На моей странице это вы ни о чем сейчас. На моей странице какой. Потому что очень часто люди считают, что они имеют право называться моей фамилией и именем. И выкладывать совершенно несоответствующую мне информацию. Поэтому на вашей странице символы и так далее. Также я хочу вам сказать. Если вы увидели на моей странице, то вы должны задать себе вопрос. Вы являетесь учениками школы Кайласа или нет? Потому что я выкладываю информацию эзотерического толка исключительно для учеников школы Кайласа. Также, если вы мне пишете за жизнь, допустим, Андрей Андреевич, помогите мне в жизни. То я хочу у вас спросить. Вот я человек, владелец большого завода, предприятия. Также человек, которому принадлежит сетевой маркет. Сетевой бизнес, вернее. Сетевой маркетинг. Скажите, я плохо зарабатываю? Как вы думаете? Давайте я гипотетически отвечу. Я, наверное, хорошо зарабатываю. Можно так сказать. То есть, когда вы обращаетесь к такому человеку, как я, то вы хотите, чтобы он бесплатно начал что-то для вас делать, просматривать вашу судьбу и думаете, что он кинется вам помогать или что? Ну, вопрос. Зачем мне это нужно? Я с удовольствием бы рад это сделать, но у меня всегда вопрос. Зачем я должен это делать? Не продаю ли я себя бесплатно? Знаете, это как же... Вот я хочу обратиться к женщинам. Как называется женщина, которая с каждым спит? Куртизанка. Можно так сказать? Это хорошее слово. То есть, когда я начинаю помогать просто так, я чувствую себя куртизанкой. Понимаете? А я не хочу чувствовать себя куртизанкой, потому что я мужчина, понимаете? И из-за этого я очень часто задаю первый вопрос. Я обычно говорю, вы ученик школы? И женщина или мужчина обычно мне отвечают, нет. Или отвечают, а что это такое? И я говорю, для того, чтобы являться учеником школы, вы должны не начать с того, чтобы... Андрей Андреевич, хорошо, что я вас нашла. Бесплатно скачала три занятия, и теперь я ученица школы. Неправильно. Для того, чтобы стать учеником школы, человек должен скачать семинар первой ступени, владеть этим семинаром, попроводить практики на протяжении одного месяца, и после этого уже, если ничего не получается, обращаться ко мне после получения посвящения. Прийти на такой бесплатный вебинар, получить посвящение в ученики, и потом уже ко мне обращаться. Потому что мои первые вопросы звучат так. Вы ученик школы? Я прошла три занятия. Считаюсь ли учеником? Ответ такой, нет. Вот знаете, у вас, тех людей, которые сейчас получали бесплатно первую ступень, появился шанс изменить что-то в вашей жизни. Но я хочу рассказать предварительно такую историю. У вас есть потребность в деньгах. И вдруг падает вагон, там никто не умирает от этого, или вагон останавливается, двери распахиваются, и там лежит большое количество долларовых банкнот. Вы подходите, берете чуть-чуть этих долларовых банкнот, идете домой. На следующий день еще берете, идете домой. А потом приходите, поезд уехал, а вам деньги еще нужны. Скажите, почему вы их не взяли сразу все? Но если это долларовые банкноты, то нужно было это забирать, правильно? А потом человек говорит, Андрей Андреевич, скажите, а что же делать? А я обычно говорю, так поезд-то уже уехал. С чем? С долларами и банкнотами. Но я же не успела, я взяла только чуть-чуть для жизни. А зря. Потому что когда было написано скачать, нужно было скачать. А почему? Потому что в тот момент, когда вы смотрите, это не значит, что вы становитесь учениками. Потому что такое большое количество информации не нужно только просмотреть. Эту информацию нужно услышать. А для того, чтобы услышать, что-то должно произойти вокруг, в середине и вне вас. То есть это обязательно произойдет. Скажите, те ученики, которые давно занимаются в школе Кайлас, я прав? Можно ли изучить первую ступень внезапно и хаотично? Давайте я скажу. Это сделать невозможно. Я знаю людей, которые проходят семь ступеней и потом зачем-то открывают первую ступень в субботу-воскресенье и улыбаются. Почему? Там энергия совершенно другая. Это наше начало. Это как вспомнить себя в первом классе. И каждый раз вы обязательно найдете те слова, которые будут сказаны специально для вас. Как сказать, готовы вы к прохождению первой ступени или не готовы? Когда вы прошли первую ступень и нашли там философское зерно, которое вы используете и произошли изменения, то стоит переходить к другой. А если вы там ничего не нашли, то тогда не стоит дальше двигаться. Почему? Отдыхайте, время не пришло. Вот сегодня был мужчина и говорит, я прошел четвертую ступень, прошел пятую, ничего не понял. Можно мне переходить к шестой? Нет. Почему? Возвращайся к пятой. Ну там сознание не понял. Так дальше делать нечего. Там как раз надо понять в этом-то и особенность вот этой сложной пятой ступени. А очень четвертой. Вот были бы все как четвертые. А это говорит о том, что тон у тебя еще низкий. Ты не готов к тому, чтобы понять информацию эту. Или для того, чтобы эта информация стала частью тебя, видимо, каких-то не хватает дополнительных энергий. И это обязательно должно произойти. Это не математика. Ее невозможно выучить, как химию. Это философия. Она должна прорасти в виде костей, нового воздуха, новых идей и нового даже тела. Понимаете, это совершенно другой мир. Человек, который на моем месте оказывается, и ему просят объяснить, чем же ты занимаешься. Он начинает как рыба шевелить ртом, улыбаться и создает вид психически больного человека. При этом говорит, я от этого счастлив. И после этого человек, который не готов это слышать, говорит, да он какой-то сумасшедший. Вы знаете, сумасшедший, неадекватный, совершенно дурной и так далее, это то, что я слышу на протяжении 10 лет. Да, я это слышу на протяжении 10 лет. Но знаете, я дурной, неадекватный и еще какой-то, но у меня есть имущество, сбережения, любимая семья, хорошее здоровье. Тогда, а те, которые были адекватные, и те, которые были умные, у них ни первого, ни второго, ни третьего нет. Тогда вот здесь такой вопрос создается. Тогда кто был прав, слушайте? Наверное, прав тот человек, кто все-таки что-то знал. Естественно, знаете, в моей жизни было так. Поставили много товара на выставке, в одном этом месте на выставке стал я. И после этого я начинаю торговать. При этом я постоял немножко, ушел под сопку, и дальше приезжали турки, я пил с ними алкоголь. И после этого, ну, что есть, то есть, ничего страшного. После этого выходил там куда-то в ресторан, потом снова приходил, и мы так торговали, я вам даже не могу рассказать. После этого на следующей выставке я говорю, поставьте меня на то же место, на которое стоял. Она говорит, нет, таких хороших мест нет, там уже все занято. Мы вас поставим в другое место, Андрей Андреевич. В какое место? Вот сюда. А, хорошо, нам все равно, куда ставить. Вы представляете, ставят меня в самый конец выставки. Туда человек только через туалет прийти может. И вы представляете, ломается передняя дверь, они открывают заднюю, и все люди, и я оказываюсь самым первым. И у меня был аншлаг, я вышел и говорил так, та-та-ра-та-та-там, знаете. И после этого, потом нашелся человек, Саша, и он говорит, приходит к этой тете, и я потом к этой тете приезжаю, говорю, поставьте меня на выставку. Она говорит, Андрей Андреевич, когда вы приедете уже на выставку становиться? Я говорю, причем тут я приеду когда-нибудь, у меня времени нет. Но вы будете или нет, это принципиально. Да думаю, ну что ж такое? А потом я приезжаю, она говорит, в любое место вас поставлю, Андреевич. Куда скажете, в любое место. Я говорю, почему? Потому что не хотят без вас становиться. Говорят, вот куда Дуйко станет со своим отлыхом, рядом мы. Говорит, куда станет, там рядом мы станем. Я говорю, честно, честно. И после этого пришел ко мне этот Саша, который работал вместе со мной, был моим конкурентом, и говорит, ну как так получается, с тобой рядом стою и торгую. Я говорю, только выйду сам, начинаю продавать, плохо продается. А ты вообще, тебя не видно, а ты хорошо продаешь, как я посмотрю. Я говорю, ты что, пришел, чтобы продавать? Он говорит, да. А я пришел, чтобы получать от жизни удовольствие. Та-та-ра-та-та-там. А у меня там встречи, я там с кем-то выпиваю, знаете. Но у меня там пати на лопате и так далее. Что-то я много раз говорился. А то еще подумайте, что я алкоголик какой. Как слушать шумы вечером с открытыми? Я живу по принципу трех. Первое. Я пью не больше трех. Рюмок. Второй принцип. Я пью только с теми людьми, которых я знаю. И я не пью никогда в своей жизни, если рядом со мной не находится человек, связанный со мной по крови. То есть, если рядом нет ни жены, ни детей, ни сестры, ни мамы, никого, я никогда не пью. Никогда. И заставить меня этому невозможно. Кто бы ты ни был. У меня было, когда премьер-министр Украины в своем офисе на Подоле налил мне рюмку, но рядом не было ни жены, никого. И я ему отказал. Он очень обиделся. Почему я отказал? Я ему тогда и сказал, что я пью исключительно, если рядом со мной находятся мои близкие. Почему? Потому что из чужих рук могут отравить, и там что-то может произойти. А так рядом близкий подхватит и поможет. Понимаете? А так никогда в жизни. То есть, только если рядом есть близкие люди. Никогда не позволял себе нарушать свои принципы. Всегда исключительно только рядом, только в том случае, если рядом были близкие люди. Сейчас, если есть рядом близкие, я могу выпить. Если близких нет, в жизни даже не заставить. Просто вот так сделаю все. Ай, как вкусно, как вкусно. И поставлю. Можно ли убрать влияние восьмерки? Ах, ты ж боже мой. Символа нестабильности на свою жизнь, если она в дате рождения. Можно. Берете ее и убираете, и ставите шестерку. Когда Иван родился, какой-нибудь год сейчас придумаю, 1986. Говорите, это сколько лет получается? 30, да? Вы говорите, рожден я был в 1966. Почему? Все, теперь вы убрали восьмерки, и все, вам никто не может запретить. Вообще, я хочу вам сказать, цифра 8 в дате, это не элемент нестабильности, это элемент семейственности. Поэтому в случае, если у вас восьмерочки есть, это хорошо, это семью принесет. Если есть шестерка и восьмерка, то тогда семья будет хорошая. А если восьмерки нет, то тогда мечты не исполняются. Если у вас из вашей даты убрать восьмерку, то у вас мечты не смогут исполниться. Будет сложнее. Но я даже не хочу об этом говорить, потому что сейчас начнется высасывание или выкачивание безвозмездной информации. А делать этого я не хочу. Вот, я же говорил. Три восьмерки, значит, вы невероятно фартовый человек, вам очень везет в жизни. Скорее всего, и с деньгами, и с отношениями, и так далее. Ну, все зависит от четверки и шестерки. И тут начинается. Ага, четверки и шестерки. Андрей Андреевич, давайте. Нет. Освобождение благодатного огня. Чудо, спасибо. Смотрите, история – это специальная наука такая, которая должна быть чем-то подтверждена. А вот теперь вопрос. Когда благодатный огонь? Вот смотрите, как было бы эффектно. Прозрачный купол. Заходит голый человек. Протягивает вверх руки и говорит там, да воскреснет Бог, расточатся в разе его. И в руках появляется неоткуда благодатный огонь. И после этого он им зажигает свечу. Скажите, вот это, оно могло бы привлечь к такому человеку, или к такой религии, или к такой церкви большое количество послушников? Тогда зачем спрятали это? Тогда зачем залазить и после этого выходить? Сразу же появляется элемент подвоха. Может быть, спички пронес. Фокус, может быть, где-то что-то зажег. Нет, нет, Андрей Андреевич, этого не может быть. Послушайте, не надо мне рассказывать. Я сам умею фокусы показывать. В чем же он пронесет? Давайте уже без вот этих вопросов, которые порочат и меня, и этого человека. В чем-то да пронес. Я видел Саи Бабу, он яйца золотые по 10 килограммов отрыгивал, понимаете? При этом я могу сказать вам, что было глупо. Я вам объясню, почему глупо. Я один раз был, мне это не понравилось. Я не могу этого человека, конечно, порочить, но у меня всегда был вопрос. Для того, чтобы зайти на пати, я так сам себе в свое время сказал, вот это пати Бхагавати. То есть, когда я в свое время приехал в то место, где Великий, какая разница, проводил вот такие песнопения, читал он мантру, а также говорил о своей божественной личности, и после этого показывал, как изо рта его лицо выпадает. Вход для обыкновенных людей был, для нашей группы, которая туда приехала, вход был платный. Каждый из нас заплатил 100 долларов. Присутствовало на этом пати, ну, около, наверное, двух, наверное, одной тысячи все-таки человек. Тогда скажите, человек, который срыгнул золотое яйцо, которое условно было материализированной силой духовности тех людей, которые пришли и вместе с ним молились. Зачем этот человек взял у этих людей деньги? Зачем они ему? Объясните. Зачем по 100 долларов? Ведь по идее, если у тебя это яйцо появилось, и ты можешь это делать постоянно, зачем тебе деньги? Тогда зачем было продавать что-то? Зачем все было платным? Тогда почему людям не сделать бесплатно? Но если у человека яйца выпадают изо рта, он это делает каждый час или каждые два с половиной дня, то тогда он, наоборот, должен эти яйца отдавать. Тогда рядом с ним люди должны быть чрезвычайно богатыми, правильно? И все должно вообще быть из золота построено. Как голубь везде золотом какающий. Естественно, если бы это произошло, то тогда это было бы разумным по отношению к тем людям, которые приехали. Тогда вопрос, зачем же взяли деньги у нас? Он не был никем ответом, я так и не получил ответ. Все были совершенно о другом озабочены. Один из нас даже потом начал со мной ругаться и говорит, как тебе не стыдно, возможно, это помощь бедным людям и так далее. Я говорю, каким бедным людям? Я в этом городе как видел бедных людей, так и вижу. Если ты такой хороший, если тебе человечество безразлично, и ты срыгиваешь золотыми яйцами, тогда отдайте яйца людям. Почему ни одно из этих яиц не было никогда никому отдано? А вы представляете, если бы эти яйца разбрасывались, люди бы приезжали бесплатно, там бы паломничество было. Просто огромное количество таких нюансов, когда чувствуется неискренность, неправдивость и нечестность. А я не сказал. Это скорее всего... Ну, я могу сказать, что, да, это обыкновенное шоу с целью выманивания, возможно, эти фокусы, да, внезапно появившегося огня. Возможно, внезапно. Но тогда почему его не сделать, этот огонь, при людях? Поднялся ты, встал там где-то, поднял руку вверх и сделал благодатный огонь. Уже даже так научились делать огонь. Знаете, что не могут научиться уже огонь делать, уже бы фокусы при людях показывали. Если у вас семинары по нумерологии нету пока, но будут по джойтюшу. Как слушать шумы вечером? Одно из условий слушания шумов заключается в том, что их ночью с закрытыми глазами слушать ни в коем случае нельзя. Вот если вы легли спать и слушаете шум для привлечения денег, то у вас деньги исчезнут. Шумы необходимо слушать исключительно с открытыми глазами. Хоть днем, хоть вечером слушайте их с открытыми глазами. Те шумы, которые вы слушаете ночью, это шумы, которые вам вредят. Если у вас заболевание гепатит, и вы слушаете шум от гепатита в ночное время, то у вас гепатит будет развиваться и будет хуже. Если шум, убирающий проблемы слушать на ночь с закрытыми глазами, то проблемы появятся. Понятно? Это особенность такая. Если вы засыпаете в момент прослушивания шума, проснитесь, не стоит этого делать. А заснуть с закрытыми глазами легче, чем с открытыми. Так вот, когда человек закрывает глаза, это хуже. Как вы относитесь к принятию ВР, реформе здравоохранения? Что она принесет? А я не являюсь специалистом в области принятия реформ здравоохранения. Я вообще могу вам сказать, что я как человек маленький, имеющий свое мнение, могу сказать о том, что пройдет время, и, скорее всего, такие страны, как Российская Федерация, Украинская Народная Демократическая Республика, они, скорее всего, исчезнут. Конечно же, это громкое заявление, но я человек маленький, меня никто не заставляет, знаете, но мне-то что, я в это время буду жить в другой стране, все в порядке. Мне машут руками, чтобы я об этом ничего не рассказывал. Вот и не буду. Знаете, у каждого... Там здравоохранение давно убито. О чем вы говорите вообще? Здравоохранение давно убито со всех сторон. Хоть будут законы приниматься, хоть не будут. Вы еще не поняли, законы не решают проблем совершенно. Никаких. Вот если заставить сейчас принять закон, выплачивать по 100 долларов каждый месяц пенсионерам деньги, и его примут все, люди прохлопают, а деньги не будут выплачивать. Почему? Это как в очень хорошем анекдоте таком про еврея. Когда еврей умирает, говорит, жене оставляю дом, дочери 100 тысяч долларов, второй дочери Саре 500 тысяч долларов, сыну автомобиль Мерседеса 200 тысяч долларов, две заправки, а потом медленно встает и начинает одеваться. Ему говорят, Мойша, а куда это вы собрались? Вы же вроде умирали. Он говорит, ну так теперь надо деньги зарабатывать, где же я столько возьму им, что наобещал. Конечно, теперь же нужно всем поотдавать, раз столько всего бы она обещала, понимаете. А у него честь имеется, знаете. И после этого он хочет поотдавать, а денег нет. То есть так же и здесь. Все реформы, которые были приняты за последнее время, я считаю популистскими, высосанными из соломинки, и считаю, что они в действительности с реалиями того, что я вижу, ну не совпадают, знаете. Конечно же, занять позицию бесконечного критика можно с легкостью. Но я хочу вам сказать, что как человек немолодой, я могу в виде аналитики сказать, что я считаю, что один президент должен остаться на веки. Серьезно. Пусть страной Украины один и тот же человек управляет всю свою оставшуюся жизнь до самой смерти. Почему? Потому что это как у врача. Вот смотрите, один врач лечит одного и того же человека, и человек умер, кому претензии? К врачу. А если человека лечит первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, консилиум, пятьсот человек лечит, двести человек, и человек умер, кому претензии? Ни к кому. Потому что скажут, тот виноват, нет, тот виноват, нет, тот виноват. Так уже пусть один остается, один потом хоть будет кому выставить претензии. Понятно? Тогда один человек говорит, я говорил, что будет так. Прошло 20 лет, и все не так. Можешь сказать, ну ты же говорил, слушай, что-то ты заговорился. А так получается по кругу. Этот виноват, следующий, этот виноват, этот виноват, эти виноваты в том, эти виноваты в том. То есть ищут виновных, а по идее, знаете, а по идее ничего не происходит. Я не верю в то, что можно изменить политиков или изменить политику, и что-то в этих странах произойдет. Не верю. Я верю в то, что через воспитание нового социалистического или социального строя среди людей с выращиванием где-то добродетели, доброты в человеческих умах и сердцах, с появлением культуры, семьи, может измениться весь социум, включая высшие эшелоны власти. До того момента, пока бескультуренная жизнь создает желание, чтобы люди становились чернью, создает людей бездуховных, людей, которые не интересуются культурой, наукой, где миром правят куртизанки и бандиты, душегубцы, которые целью своей ставят не обучаться и получать знания, а своровать, украсть, отобрать, в морду дать. Где сила, как в средневековье еще до сих пор считается элементом власти, будущего не может быть. Я считаю, что благородство, интеллигентность, взращивание культ семьи, где жизнь для одной женщины до конца дней своих, где подвиг ради своей семьи может расцениваться как новая культура или построение нового социума. В социуме, в котором присутствует порнография, проституция, в социуме, в котором присутствует бесконечная критика родителей, родственников, историков, законов или еще чего-то, будущего не может быть. Такое, скорее всего, общество, оно рано или поздно приходит вот к чему. Когда слой материи увеличивается, то этот слой материи становится агрессивным. Понимаете, это как был маленький теленок, он был добрым, сосал всех, облизывал, стал большой теленок, выросли рога, стал злым, всех бодает. Заметили? Материя переросла в агрессивную форму. Точно так же и с материей черни. Сейчас материя черни, она проявляется уже в элементах власти. Вот эта чернь, она становится... Что такое чернь? Это люди, которые бесконечно оскорбляют, бесконечно завидуют, бесконечно критикуют. Это люди, которые не хотят иметь семьи, они отрицают культуру, культ семьи. Это материя, они увеличивают себя, и после этого эта материя начинает становиться агрессивной. Это мы видели в 2017 году, это видели на примерах различных государств. Это, естественно, будет повторяться. Убирает ли такую материю церковь? Нет, она усугубляет состояние такой материи. И делает хуже. Андрей Андреевич, объясните, пожалуйста, философское значение совести. Спасибо. Совесть – это проступок или поступок, после которого у человека начинают появляться негативные чувства в середине груди. Совесть – это тот поступок, после которого человек чувствует неуютным в груди. И вот эта неуютность в груди не имеет идентификации. То есть человек считает, что кошки скребутся на душе, и он чувствует себя неуютно. Поэтому, когда человек что-то совершает, совесть – это врожденное, божественное качество, которое у человека отобрать невозможно. И стереть невозможно. Только героин, кокаин и наркотики могут сделать человека бесчестно. Также хочу сказать по поводу честности или хорошести человека. Вы понимаете, я не видел еще, не встречал ни одного плохого человека. Ни одного. И я могу даже гипотетически предположить, что плохих людей не существует. Тогда вопрос – почему же тогда появляются какие-то события? А разве события, они делаются плохими или хорошими людьми? А давайте я скажу, что такое плохой и хороший человек. Плохой человек – это не тот, кто улыбается или хорошо разговаривает. Плохой человек – это тот, кто совершает плохие поступки. Поступки делают человека плохим и хорошим. Но когда вы начинаете встречаться с человеком и говорите, он плохой или хороший, вы знаете о его поступках? Если нет, тогда вам нет смысла делать выводы, правильно? Что вы знаете о его поступках? Если вы ничего не знаете о поступках человека, то вы не имеете права произносить, плохой человек или хороший. Ну вот, допустим, есть Майл.ру, и там есть вопросы. И там кто-то пишет, Андрей Андреевич, он плохой человек, это дуйко, заколдуйка и так далее. И вот он там людей обманывает, аферист и так далее. И он плохой человек. Вопрос – а где доказательства моих плохих поступков, которые я в своей жизни совершил? Почему их нет? А когда говорят, там, этот президент хороший, тогда откуда бы у него взялось такое большое количество плохих поступков? Знаете, очень много таких есть моментов, когда у человека много плохих поступков, но все считают его хорошим. Нет, друзья мои, давайте смотреть здраво на мир, мир и идентифицировать плохих и хороших людей. Плохие люди, они в итоге хорошие, они просто совершают плохие поступки. Но плохие поступки, они тоже совершаются ради благородной цели. Вы еще не знали этого? Вот смотрите, там, моя знакомая, у нее забрали, там, 100 тысяч долларов. После этого она говорит той женщине, которая забрала, ты отдашь мне деньги? Она говорит, нет, я не отдам. Но ты не должна у меня забирать. Это ты совершила хороший поступок, то, что мне отдала. А в чем же хороший поступок? Потому что я помогла там бездомным семьям, детям, еще что-то, церковь построила и так далее. Ну так и строила бы за свои деньги. Что ж ты на чужих деньгах в рай ходишь? Она говорит, ты не понимаешь, ты бы сама этого не сделала, а так я вместе с церковью правильно сделала. Скажите, она для себя сделала вывод, что она совершила хороший поступок? Да, и то, что она сделала, а эту женщину обидела, да, она сейчас с двумя детьми, без имущества и с потерянными 100 тысячами долларов. Последние деньги. Скажите, для своих детей она совершила плохой поступок, да, а для построенной церкви хороший поступок, да? Так как же разобраться? Кто же прав, кто виноват? Поэтому обращайте внимание на то, что называется плохие поступки или хорошие люди. Хороших людей делают хорошие поступки, а плохих людей делают плохие поступки. Поэтому перед тем, как определить, это хороший человек или плохой, определите, совершал ли он плохие поступки или делал ли он хорошее. Аморфные люди, я бы ввел еще третий тезис такой. Аморфные люди – это которые не совершают ничего. Они никто, они не совершают ничего, их мир не видит. Они аморфные, премудрые пескари, которые живут жизнь так, чтобы дожить ее до конца, нарастить жирок, нарастить ума, мозгов и умереть потом умным человеком. Это люди, которые не совершают ни плохих поступков, ни хороших поступков, они ничего не совершают, они проживают просто так и после этого умирают. Я считаю, что жизнь так устроена, что в жизни должны быть и плохие поступки, и хорошие поступки, и совесть, и это все нужно пережить, и это и называется, как в Библии написано, допровольный выбор своего персонального пути. Доброта создает в человеке добрые поступки, человек становится благородным, благодетельным и в итоге счастливым. Негативные поступки обсуждения, критика, злость делает человек или заставляет его совершать плохие поступки. Плохие поступки в итоге человек пытается оправдать, его мучает совесть, появляется у него тяжелая жизнь, в итоге он оказывается в яме. Понимаете, вот себе один из вариантов, из тысячи вариантов развития плохой или хорошей жизни. Новое видео от Андрея Дуйко. Ух ты ж, что это за новое видео, я хочу кликнуть, сейчас посмотрю. Так интересно, что же это за новое видео от Андрея Дуйко. Сейчас посмотрим. Да, я кликнул, кликнул. И тут новое видео от Андрея Дуйко, которое привело сюда же. Дорогие мои партнеры, не будьте глупыми партнерами. Но что это вы прямо вот при живом Дуйко вот так вот ведете себя, как истеричный. Просто попросите у Андрея Андреевича, я хочу заработать 10 долларов. И помилуйте, дайте мне 10 долларов, и я вам обещаю отправить. Раз вы такие неудачливые, что у вас не получается уже зарабатывать, и вы не понимаете. А почему вы это делаете? Вы это делаете, потому что вы не понимаете, как начать зарабатывать. А для того, чтобы начать зарабатывать, нужно быть специалистом в области продвижения в социальных сетях, продвижения в ютубе. Вы должны быть специалистами. Не специалист ничего не может сделать. Вы не то делаете. Вам надо идти сейчас и обучаться на бесплатных курсах в складчинах, где вы покупали мои ступени. Изучать или покупать курсы по SEO-оптимизации или курсы по продвижению в интернете. И у вас, я обещаю, будет получаться. А так женщина пишет на своей странице, там Андрей Дуйков молодец, Андрей Дуйков молодец, Андрей Дуйков молодец. И так 100 раз на своей странице. Потом пишет мне, у меня никто ничего не покупает. Так как тебя могут покупать? У тебя есть релевантные статьи. Эти релевантные статьи их видят в поисковиках. Кто лайкает на эти статьи? Кто твои подписчики? У тебя это есть? После этого женщина говорит, Андрей Андреевич, о чем вы сейчас? Ну так если ты не понимаешь, о чем я сейчас, то тебе нужно обучаться. Пройдите мои бесплатные семинары, которые есть в ютубе. Они называются «Обучение работы в партнерской программе Андрея Дуйков». Первая часть – «Обучение работы в партнерской программе Андрея Дуйков». Вторая часть. И не делайте таких глупых моментов. Огромное спасибо за ваши практики. Прошла первую ступень. Читаю коды. Представляешь, заказов становится больше в сетевой компании. Никто не просит скидки. Просто так женщина-продавец после разговора с ней подарила мне сумку женскую. А еще в прямом эфире на вебинаре выиграю пеловый приз 500 рублей. Вообще очень редко выиграю в лотерею. Ура, товарищи! Если причтение мантры слезы и зевота сильная, что это значит? Мантра за снятие порчи насмерть. Порча насмерть исчезла. Вы мои спорченные насмерть люди. Если у вас порча насмерть, то вас уже не должно быть. Порча насмерть действует 7 дней на 7 день человеку, кирдык. Тогда скажите, вы приходите к человеку, я великая целительница Глория, убираю порчи с глаз, привороты, открепы, выливаю, отливаю яйцами, зомбирую и прочее делаю. Приезжайте срочно ко мне и вы. Вот я жила и такая умная, институт закончила, была красивая, а теперь мне 50 лет. Мужчины на меня не обращают внимания, дети отвернулись, ничему я не научилась, магазин закрыли. И вот я нищая, больная, но это не я такая, это все порчи мне перестало вести. То есть взять на себя ответственность, что это из-за тебя человек не хочет. И после этого надо подтвердить порчу. Смотрите, Андрей Андреевич, мне порчу подтвердило уже 3 человека. Спросите у них, на чем они зарабатывают деньги. Они вам ответят, мы зарабатываем деньги на том, что мы подтверждаем порчу. Сирожа, иди сюда, иди сюда. Ой, боже, у тебя порча. У тебя деньги есть? Сколько? Сколько надо. Ты уже ученик школы. Через 7 дней умрешь, конец, все. Как сейчас вижу, лежишь такой окровавленный, вена из глаза вылезла, пульсирует. Пока 5 тысяч не отдашь, порчу снять невозможно, только 5 тысячами. Почему 5 тысяч? 5 классов дневных духов на тебя влияют. Как сейчас вижу, с бубнами стоят, одна с косой. Все, каждой по тысяче рубасовый, все, дело. Берем, не будет этого никогда. Естественно, когда вы начинаете ходить по таким людям, они вас запугивают, и вы потом верите. И после этого человек говорит, вот смотрите, человек приходит, ему говорят, то, что ты сгорбленная, на костылях, у тебя нет денег, и дети наркоманы, это все из-за того, что у тебя порча. Я тебе уберу, плати 5 тысяч рублей. После этого, какая она должна выйти после этого обряда? Она должна выйти сразу с чемоданом денег, без костылей, и прийти домой, где сын уже с женой. Правильно? Почему этого не происходит? Вот у меня женщина говорит, да я порчу убирала 300 раз, и ничего не происходило. Да? Потому что нечего убирать, ее у вас нет. Ну как же нет? Ведь у меня, как я была несчастная, такая несчастная, это же все порча. Нет. А что же это? Просто несчастная ты женщина, и все. Так как же порчу убрать? Никак. А, Андрей Андреевич, я пойду еще похожу. Хорошо, давайте я вам уберу. Сколько у вас есть? 300 долларов есть? Есть. У вас нету порчи. Все, конец. Вы здорово. Надо сказать какие-нибудь страшные слова. И страшное лицо. Чик-пук. Все. И теперь после этого застрахую, застрахую, застрахую. И после этого все, я сдуваю с вас порчи. Смотри, ложишь сюда 300 долларов. Я делаю так, они исчезают. И после этого вместе с ними любые порчи из глаза. Давай, ложи. Все, видишь, нету их. Видишь, все, порчи нету. Все. Появится, приходи еще. Появится день. После этого выходит и говорит, ничего не произошло. Так и ничего не должно было произойти. То есть вы... Очень хорошие есть слова. Их можно написать плакатом и разместить сзади моих плеч. На них нужно написать. Без лоха и жизнь плоха. Поэтому не делайте из себя тех, без кого жизнь плоха. Понимаете? Какую защиту ставить от негатива в течение дня? Проходить мои ступени. Не надо искать негатив. Живите счастливо. Радуйтесь жизни. Говорим об этом. И вы все. Какие защиты. Вас надо посадить в клетку. Потому что вы, наверное, так вредничаете или создаете лицо. Вот у меня был такой человек. Такой заходит. Бабушка такая. Заходит. Вы что, не видите? А что я должен увидеть? Дети ко мне плохо относятся. Люди ко мне плохо относятся. Все плохое. Но я сама все знаю. Понял? Я говорю, понял. Не надо трусить головой. Хорошо я не буду. После этого я ей говорю. Она говорит, как защититься от зла, Андрей Андреевич? Мир настолько тяжелый. Я уже замучилась от зла защищаться. Я говорю, ваше лицо защищает все от зла. У вас такое лицо, что зло от само отбегает. Потому что зло на зло влиять не может. Зло на зло не влияет. Знаете? Как мы с Серегой собутыльники. Что же мы вместе не выпьем, допустим? Правильно? Зло на зло не влияет. Я говорю, делайте так. Я вам сейчас скажу. Лучшая защита. Поднимаю рот, поднимаю рот, улыбаясь. Утром проснулась. Поднимаю, поднимаю рот, улыбаясь. После этого близкие хорошо относятся, родственники хорошо относятся. Мир любит улыбающихся людей. Вы представляете? Конечно, когда человек ходит, зло вокруг меня. Одно зло вокруг меня. Зло. И эти люди, людишки, людишечки злобные хотят только мою энергию с первой чакры отсосать. Одно зло вокруг, оно меня преследует. Только и хотят, что нахамить, напортить, намаячить, насудачить, в спину плюнуть, выпучкать, позавидовать. Чему завидовать? Геморрою, панкреатиту и выбитому зубу или что? Я не могу понять. Уж завидовать, так не перезавидоваться, только выбрать-то некого. Знаете, однокомнатной малохрущевки, геморрою, глистам и стоматиту или что? Больным зубам и коронке. Нет, такое богатство в виде ковра, купленного за 60 рублей в 1971 году. Понимаете? Я понимаю, чему завидовать, я не могу понять. Молодые завидуют и взрослые. Чему? А вот и я не знаю, чему. Так вот и нечему, раз ты не знаешь. Было бы, чему завидовали. После этого, ой, милая, да, у тебя тут зависть, зависть и родовые проклятия, и родовая порча, и там и так далее. Ой, что же делать, Андрей Андреевич? Ну хорошо, у вас это все есть, вы это все сняли. Да, почему же ничего не произошло? Потому что сняли, а оно не связано с этим, поэтому ничего и не произошло. Тогда что нужно изменять? Улыбаться, как-то позитивно мыслить, как-то радоваться. Ну как-то становиться здоровым, позитивным, может быть, добрым, искренним человеком. Но нет, весь мир в бардак, нужно снова идти в бой. Мир это война, нужно нападать, защищаться, всех строить, критиковать вообще. В мире война и так далее. Тут Кремль нападает и так далее. Понимаете? После этого там Украина насылает порчу из глаза и так далее. После этого на это все смотришь, конечно же, люди становятся дикими. Но у вас же высшее образование есть. Вы же проходили, вы же вообще образованные люди. У вас физика, математика, у вас за плечами институты с высшим образованием. Что же вы опускаетесь до момента средневековья? Давайте теперь будем еще отлавливать ведьмы и их спаливать. Я вообще считаю, это очень правильный принцип. Откроем молот ведьм, будем идентифицировать. Знаете, как молоти ведьм, если она при том, когда к ней ноги жгут огнем, и она при этом плачет, но слезы не выделяет, значит ведьма. Понятно? Понятно. Поэтому давайте сейчас проведем эксперимент. Ну-ка, Оля, выходи, я тебе ноги сейчас подпалю свечкой. Выделятся слезы, значит ты хороший человек. А нет, значит все, конец тебе. Сейчас такой семинар провести и конец. Здоровых людей не останется, понимаете? Можно же открыть молот ведьм, великолепная книга. Молот ведьм, это же великолепная книга вообще. Отзывы о книге молот ведьм, ужас какой. Я должен сейчас отзывы прочитать. Так, читать отрывок. Сейчас, если загрузится, я вам прочитаю. Ой-ой, точно, действует ли дьявол вместе с колдуном? Все то, что возможно совершить более высокой силы, достигается ею без помощи всякой какой-либо силы. Более высокая сила не нуждается в низшей силе. Низшая сила может сама по себе производить град и возбуждать болезни. Ведь Альберт Великий в своем сочинении о свойстве вещей говорит, что сгнивший шалфей, положенный особенным образом в колозит, вызывает удивительные бури в воздухе. Говорят, что демон практикует чародейство не из потребности, но для гибели тех, кого он ищет, это противоречит Аристотель. Друзья мои, я хочу вам сказать, если у вас в банке завонялся шалфей, это говорит о том, что вы колдун и ведьма, это мужского и женского пола, и вам нет смысла дальше существовать. Почему? Сжечь вас надо на костре, понятно? При этом нужно найти у вас родинку, проткнуть ее иголкой, и в случае, если вы в этот момент не покаетесь, то тогда это будет доказательством того, что вы ведьма. А если у вас ночью ноги холодные, и вы рычите, аки зверь тот, тогда вы тоже ведьма. Почему? Черт вас живет. А это не замерз человек и не храп никакой, понятно? Но это же средневековье. Давайте сейчас приходите к тетям, которые из мест лишения свободы вышли, им делать нечего и чем заниматься. Они к вам цепляются, и после этого, давай я тебе скажу, ой, не могу мужа найти, ой, это обед безбрачия у тебя, это у тебя еще порча изглаза и родовое проклятие. Какое? Дедушка твой закопал теленка, хотел вас прокормить, всех вашу семью, но забрал он у какого-то там человека, этот человек потом проклял. Дом построили на крестах, и дом построили на могиле, там собака закопанная вверх тормашками была, человек убиенный в колодце, утопленный. Капец вообще. Потом вот я слушаю это все, к вам люди не приходят, а ко мне приходят. Я когда это все слушаю, думаю, нужно было мне быть Гоголем. Я бы такие писал книги, вы даже не представляете. Прямо вечера на хуторе близ Диканьки, но уже вторая, третья, остальные части, там столько душегубства, знаете, как послушаешь вот этот маразм, голова, волосы выпадают, видите, по этому лысо. Андрей Андреевич, настроение супер, внутри радуюсь всему, что вижу, что происходит. О, настроение класс, танцевать и петь хочется. Когда у человека настроение такое, что он хочет танцевать и петь, и это происходит под влиянием таких людей, как я, это плохо. Потому что это говорит о переизбытке энергии в сторону возбуждения. Когда человек очень сильно возбуждается, это может привести его к маниакально-депрессивному состоянию. Сегодня будем радоваться, плясать и танцевать, а завтра проснемся с тяжелейшей депрессией, головной болью. Поэтому первое, что нужно делать человеку, который начинает заниматься эзотерикой, это расширять свое внутреннее состояние внутреннего комфорта, о котором я когда-то говорил. Помните первую ступень? Я там рисовал динамику внутреннего комфорта и говорил, что самое важное для человека, это расширить состояние комфорта, при котором он может сам себя успокоить или сам себя развеселить. Или сделать так, чтобы управлять своими и плохими, и хорошими эмоциями. Понятно? Игорь смеется заразительно. Кто из нас, Игорь? Игоря здесь нет. Игорь, Игорь, нету Игоря. Это Сережа, он чуть не упал. На прошлом вебинаре вы сказали, что на сегодняшнем дадите символ, чтобы забеременеть. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Итак, у нас есть кнопка. Смотрите, вот здесь на храме с правой стороны. Правильно покажу? А, с другой стороны. Перст тыкает в синюю кнопку. Та-да! Давайте еще раз. Та-да, что написано? В, Н, Е, С, Т, И, П, О, Ж, Е, Р, Т, В, О, В, А, Н, И, Е. Какой-то, какой-то, Н, Р, Лап, Н, М, Н, М, Р, Бум. Е-И, Н, А, В, О, В, Т, Р, Ж, О, И, Т, С, В, Н, В. Называется в обратную сторону внести пожертвование. Друзья мои, конечно же, не забывайте вносить пожертвования. Тем самым вы поможете мне купить новые лаковые цуфли. И исполнить мои желания, но уже за ваш счет. Я же исполняю ваши желания за свой. Выносить ребеночка. А что там, забеременеть, да? У нас вот есть Сережа, он может помочь. Он холостой. Может выехать, если нужно, в другую страну. Пишите. Сергей Жуковский. Я его сегодня обещал прорекламировать. Он холостой, молодой, красивый. Символ для того, чтобы забеременеть. Его здесь нету. Но он есть у меня вот здесь. Я его выложу на своей странице ВКонтакте, хорошо? И выложу этот символ без описания. Поэтому, когда вы зайдете на мою страницу ВКонтакте, и там будет написано, Андрей, Андрей, что это? Знайте, это символ для того, чтобы забеременеть. Данный символ нужно нарисовать, как там я его нарисовал. И просто носить его нарисованным на животе. Подскажите, почему так бывает? У кого в семье завелись вши, ни у кого больше из семьи нет, а у одного никак не выводится. Это лики смерти. Лики смерти. Считается, что человек, у которого вши появились, и вши его одолевают, этот человек находится у рук, или на нем держат руки лики смерти, или энергия смерти. Если энергия смерти положила грубо руку на голову, то вши появляется. Если на тело язвы. Есть определенные энергии, они действительно забирают человека. Вот одна из них всегда появляется вши. Что нужно делать? Нужно совершать выкуп этого человека, выкупать у вот этой энергии, которая буквально называется как энергия смерти. Можно ли это сделать? Можно, да. Выкуп делать, выкуп. Проходить семинар называется «Обрядовая магия». А как не получится объяснить? Не получится. Для того, чтобы объяснить, нужно хотя бы час времени. То есть я должен рассказывать, что такое алтарь, каким образом происходит подключение к этому. Нужно обязательно иметь свое духовное имя. Оно обязательно у человека должно присутствовать. Какие семинары нужно пройти? Нужно пройти семинар «Кубики». Там я объясняю, что такое духовное имя. Дальше «Обрядовая магия». Ну вот такие семинары очень важны. Есть такая категория, которые любят грузить по телефону ненужными разговорами. Как эзотерических, так отвадить, грубить не хочу. Я могу вам сказать, как в моей жизни это происходит. Я в свое время решил, что те люди, которые мне не нравятся, они не должны появляться в моей жизни. Поэтому, когда мне человек пишет гадость какую-то, я не объясняю ничего и не оправдываюсь. Я его блокирую. Так же и на телефоне. Вот человек мне звонит и говорит, вот, я говорю, хорошо, хорошо, я все изменю, все поменяю после этого. Так, как тебя заблокировать? Раз и все. И человек больше мне никогда не дозванивается. И после этого я это убираю из своей жизни навсегда. Прав, неправ, вообще не важно. Я могу вам сказать, это очень выровняло мою жизнь. Мне так нравится жить моей жизнью. Как только я вижу какую-то глупость, человек пишет, сразу же его блокирует. Где угодно. Ютуб, интернет, письмо, в телефоне, в жизни. И второй раз этот человек мне не позвонит. Никаким образом. После этого жена говорит мне, тебе дозванивается этот человек, дай мне телефон. Да-да, не могу тебе дозвониться. И я обычно говорю, а я тебя заблокировал. Почему? Ну, просто так. После этого, а что, хочешь, чтобы разблокировал? Да. Ну, посмотрим. После этого, когда поговорили, беру у жены на телефоне и тоже заблокирую. И конец. Знаете, так удобно. Я могу сказать вам, такое счастье. Живешь такой счастливый. А тот человек, тебе не может дозвониться. После этого референтный индекс меняется с тебя на другого. И он дальше живет себе своей жизнью, но уже без тебя. И все. Зачем вы это тянете? Зачем оно вам нужно? Вообще не надо это все тянуть. Человек приехал ко мне и говорит. Человек взял у меня товар. Я на товар потратил 3000 долларов. Человек приходит ко мне и говорит. Я этот товар не продал, но я хочу дать тебе задание. Возьми сейчас 30 тысяч долларов. Сделай для меня товар на 30 тысяч долларов. Отдай мне этот товар. И потом будем работать. Я сижу на него. А теперь давай мне в пятницу позвони, отчитайся, что ты сделал. Я на него вот так вот смотрю и думаю. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Думаю, ну что же с тобой такое? И думаю, вот если тебе начать это говорить, ты же даже не поймешь вообще. Я говорю, а у тебя денег нет. Он говорит, да, да, вроде и 5 магазинов, а денег нет. Ну, конечно, откуда же они у тебя возьмутся? Ты же их не умеешь зарабатывать. Ты же рожден для того, чтобы забирать. Понимаете? То есть вот, ну, у человека вообще. Я говорю, после этого он ушел, я говорю своей жене, ты это слышал? Она говорит, ой, боже, она говорит, я так разозлилась. Я говорю, почему? Ну, он же не отдал деньги за прошлый товар. Но приехал и просит у тебя еще на 30 тысяч долларов. Я ему говорю, я согласен. Я согласен. Давай сделаем так. Ты мне даешь 30 тысяч долларов, плюс рассчитываешься за старый товар, и я тебе делаю новый товар. За твои деньги. Зачем я должен рисковать, а ты нет? Это не честно, это была моя идея. Хорошо, я тебе сделал, теперь твоя идея реализована. Разве я плохой? Купи у меня этот товар. И все, человека нет. Понимаете? Ужас какой. У детей вши чаще появляются, подхватывают их в садике или в школе. В случае, если у ребенка очень плохая работа щитовидной железы, то у ребенка вши будут чаще, чем у сверстников. Поэтому первые признаки гипофункции щитовидной железы – это вши, которые появляются на голове. Поэтому как лечить детей? Вводите йод, содержащий препараты. Давайте фукус, ламинарию, водоросли, морские продукты, где есть высокое содержание йода. Подскажите, пожалуйста, каким бизнесом заняться, чтобы был успех? Любым производством. Любым производством. Производите кирпич, производите песок, делайте из песка и рассил. Сейчас есть огромное количество всевозможных технологий. Я недавно общался с людьми такими, которые клеят дома. Они купили клей какой-то, который производится только в Норвегии. После этого дом склеивается из прессованных деревьев. Ну, я не знаю этот материал. ПВХ, ПДВП, СВП, как это называется. После этого между ними кладут стекловату, а сверху задувают это все специальной краской, которую невозможно сжечь. И у них дом получается 100 метров в себестоимости в 7,5-8 тысяч долларов. Вообще, представляете? При этом это делают без фундамента, а делают так. Заливают, делают глубокие очень дырки такие в земле. Туда заливают бетон и вставляют такие толстые швеллера. После этого это и является четырьмя несущими стенами, на которые приваривают снизу такой каркас и обрабатывают антикоррозийной краской. Вообще. То есть совершенно другой метод изготовления домов. И после этого этот дом дешевый, дешевый. Будут ли у них люди заказывать такой дом? Конечно, будут. Единственные минусы. Без подвала. Ну, не горит, да. Он не горит. В нем мыши не заводятся. Он теплый. Но он полноценный. Выглядит как настоящий красивый дом. В середине ДВП, там в середине они делают вот эти профиля. На профиля цепляют гипсокартон. Ну, оно хорошо очень выглядит у них. Очень-очень красиво все. Есть дырочки, выходы там под разные. Но это же дешево построить дом. Будут ли вот в такой... Конечно же, часть людей не захочет жить в таких домах. Но есть же люди, которым, ну вот, хочется, но они вот вообще не могут. Но 7 тысяч бы нашли. Ну, они такие дома продают по 20, все остальное зарабатывают. Но не все так буквально. То есть, они за 7 тысяч у них строят. Плюс там, наверное, коммуникации, еще что-то. Плюс там земля, наверное, что-то это тянет. Тем не менее, это все равно у них очень дешево происходит. Как быстро строят? Ну, за несколько недель строят дом. То есть, вот у них целый поселок они построили. Это где-то 70 километров от Киева. Целый поселок, там, наверное, домов 30 построили на протяжении, там, ну, наверное, месяцев 4. Ну, вот за лето. Представляете? И там практически все занято. То есть, люди живут, им хочется. Но есть такие люди, которые живут уже 10 лет. Я когда узнал, я даже не знал, что это может быть. Я говорю, что не расклеивается, не расклеивается. Экологически чисто. Представляете? Дорогой учитель, спасибо большое за поддержку. Ответы на вопросы мучили всю жизнь. Потому что они были не по параметрам нашего общества. А теперь уверена, что не сумасшедшие. А мы вас найдем в следующей жизни, да. Хотелось бы сначала и до конца прожить под вашим теплом. Или школа Кайлас даст свои ростки, и мы так и дальше будем знать о ней, и жизнь будет другая. Конечно, сейчас я буду говорить с позиции Ленина, его мании величия. Только уже дуйко его мании величия, дуйкашество. Значит, в свое время Эдгар Кейси, а также Ванда, а также Николай или Михаил Нострадамус предсказали мое нахождение на территории Украины. Вы мне не верите? Зря. Есть прямые указания у Нострадамуса. То есть он указал это буквально так. В двух строках человек, находящийся в центре Европы, сидящий над людьми, изменит не только души, а и сердца людей, что создаст новый народ. Скажите, о чем я все время говорю? Оно наверху, аж на четвертом этаже. А там второй анал у него был. Там буквально было сказано о том, что... Я когда-то показывал Свете Синозацкой, показывал ученикам, показывал прямые указания. И там четко указано о том, что будет такой человек, который это сделает. И там все ситуации, которые сейчас происходят, то есть там и арабский мир войдет в Готам. О чем это он писал? О том, что в Германии появятся или пустят людей из Сирии. Правильно? И после того, когда это написано, сначала там появится в центре Европы врач, который будет управлять сердцами и будет помогать, и сделает новый народ. Потом Готов приведет, и после этого врачи еще что-то. Там о враче, об огне и фениксе. И там я понимаю, о чем он говорит, но, к сожалению, сказать вам, о чем он говорит, я не могу. Почему? Эта информация больше для меня, чем для кого-то. Понимаете? Есть коммунистическая партия Советского Союза, социалистическая партия Кубы, есть еще куча всего. О чем вы говорите? Вот где я должен в этом всем провести хоть какую-то логическую цепочку? Вы слышите себя иногда? В чем логика? Мы же не знаем, какой врач. Много врачей. Там указана моя фамилия. Там ее можно прочитать. Там моя фамилия указана просто по-другому. Там моя фамилия указана в виде моего духовного имени. И я никогда его не скрывал. Когда я 7 лет начинал вести ступень, я говорил свое духовное имя. Это духовное имя было указано в этих предсказаниях. Я как считал, так и считаю, что данную информацию о моем местонахождении, о том, что я буду делать, эта информация была уже дана Эдгаром Кейси и кучей-кучей людей. Я воспринимаю свою жизнь как миссию. Именно поэтому я и говорю, что в моей жизни все получится. Именно поэтому я очень часто говорю, впитывайте эту философию. Она действительно очень интересна. Я не заморачиваю голову, оно мне не нужно. Я не ставлю деньги на первое место, не ставлю бесконечное зарабатывание. Но я хочу, чтобы в жизни, жизнь моих детей и жизнь социума изменилась. И я четко понимаю, как я могу это сделать. Я очень макроэкономически воспринимаю мир. Я понимаю социологию и воспринимаю, как это все будет происходить. И я могу сказать, что успех мой будет стопроцентным. Вы увидите, потому что это произойдет все при вашей жизни. Представляете? При этом можно ли изменить жизнь людей по-другому? Можно. Вот такими маленькими шажками я изменяю. Когда говорю, что прожить ради одной больше духовности, чем прожить, прошлявшись с каждой непонятной. Понимаете, я говорю о ценностях семьи, а ведь уже давно никто о ценностях семьи не говорит. Я говорю о том, что человек может изменить свое сознание. А ведь никто не говорил об этом до сих пор. Я говорю о простых материалах или о простых методах, которые как инструмент использовать гораздо легче, чем у Сергея Викторовича, как вы сказали, Ковалева. Там же заморозка мозгов, понимаете. Там же понять невозможно в двух словах, забывая, что он говорит. А? Кто работает? Сергей Викторович Ковалев, а давайте я вам дам людей. Я прямо сегодня могу дать вам номер телефона женщины, которой взял Сергей Викторович Ковалев деньги конкретно. И после этого эти деньги сказал, что при помощи психологии НЛП он избавит ее от онкологии. И она сейчас находится в городе Киеве с четвертой стадии онкологии. И она говорит, куда я потратила 15 тысяч? Вы мне скажите, что работает? О чем вы говорите? Да. А есть просто врач, который в Виннице работал, и он в Виннинграде работает? Все, забыли. Есть Ковалев, есть Петров, есть там пюре, знаете, еще что-то есть. Скажите, пожалуйста, как можно получить духовное имя? Для того, чтобы духовное имя получить, необходимо приехать ко мне, после этого принести мне платочек, сделать мне преподношение, и я вам дам, как ваш руководитель, ваше персональное духовное имя. По-другому его получить нельзя. Духовное имя могут получать только люди, прошедшие посвящение и прошедшие первую ступень. Духовное имя я даю исключительно только во время морских курсов. В другое время даже подходить не стоит. Это редко, когда у меня бывает чрезвычайно хорошее настроение, и я даю кому-то просто так духовные имена. Вопрос из первой ступени. Работая со свечой, как правильно заставить убрать человека гараж, который он поставил? Представляете, будто гараж ставят, или вспоминайте, как его поставили, и сжигаете. Сначала его выносите на свечу, сначала в голове, после этого перед собой, после этого над свечой сожгли. И так делаете 108 раз. Вы учили, что часы нужно носить на правой руке, но у вас часы на левой руке. Может, я что-то не понял, а вы же не стесняйтесь меня блокировать за такой вопрос. Друзья мои, часы я на левой руке ношу всегда. И всегда их носил, и всегда буду носить. А почему говорил на правой руке? Я говорил, что талисманы нужно носить на правой руке. Поэтому, если бы я пользовался талисманами, я носил. А теперь скажите мне, на кой мне талисманы, если в моей жизни все очень хорошо? Ну вот я, у меня нет заболеваний. Я не болею гипертонией, не болею почечной недостаточно. У меня нет простатита, нет заболеваний печени. А анализы могу выложить на своей странице ВКонтакте. У меня такие анализы, даже УЗИ, который это все исследовал, говорит, Андрей Андреевич, у вас стрессы бывают? Я говорю, да. Какие? Утром нужно идти в 11, а я не хочу. Стресс. Она говорит, у вас все в таком хорошем виде. Вы что, не пьющие никогда? Пьющие. А все остальное только-только ради семьи. А там, не досыпайте, и возможно, не досыпаю. Но если рассмотреть меня, семейные отношения, тьфу-тьфу-тьфу, лучше не придумаешь. Детки, тьфу-тьфу-тьфу, лучше не придумаешь. Отношения в семье, тьфу-тьфу-тьфу, с мамой отношения. Оксана, скажу, у меня с мамой хорошее отношение. А с сестрой? А с племянниками? С племянниками. Ну, смотри, смотрите. И с учениками, и с Богом, и с племянниками. Меня совесть не мучает. Я сплю крепко, не храплю. Получается ли у меня вылечивать людей? Вы придите на целительство. У меня получается вылечивать, я на следующий день петушу пивником пою. Видите. Пришел на работу, целый день отработал. Получается ли зарабатывать? Отлично все вообще. То есть, можно ли сказать, что я хвастаюсь? Нет, друзья мои. Я говорю о том, что я тот человек, у которого есть смысл обучаться. Почему я на левой руке ношу? Потому что на правой руке нужно носить, если бы там была мантра для привлечения клиентов. Или там какая-нибудь система, которая должна что-то делать. Управление миром и так далее. А у меня все это и так есть. Зачем мне это еще нужно? То есть, мне это еще увеличить? Зачем? Говорят, что если носить на правой руке, миром управлять будешь неправильно. Носите на левой руке, от мира возьмете, что даже вам не дают. Тогда вам мир будет оттикивать. Смотрите, левая рука берет, а правая отдает. Носите на левой, тогда вы будете брать больше, чем даже хотите. Смотрите, как это работает. Носите часы за 20 тысяч долларов, тогда каждый час вам будет отбивать 20 тысяч долларов. Носите за 100 тысяч каждый час. А если будете на правой носить, то каждый час будете отдавать. А на левой брать. Поэтому если часы золотые, дорогие, носите на левой. А если дешевые, комиссарские или крокодильские, носите на правой и отдавайте это убожество и невежество. Поэтому я хочу вам сказать, носите как хотите, но носите так, чтобы знать, как это необходимо делать. Андрей Андреевич, дистритория ступени. Очень обидела человека. Была не права. Человек со мной не хочет разговаривать. Можно ли что-то сделать? Сделайте ему просад, мысленно ему дарите подарки. Таким образом с человеком объединитесь. Во второй ступени я объясняю, как прогреть хорду, связать человека с собой, для того, чтобы человек относился очень хорошо. А если человек левша, а это не важно, хоть левша, хоть правша носить нужно. Если талисман только на правой руке носится, на запястье, для того, чтобы люди не видели, одевают часы. А если левша и правша, это не важно. После Черногории, когда будут морские курсы, будут зимой в Египте. Абсолютно согласен с Андреем Андреевичем. Ваша философия – это единственный выход из ситуации, которая складывается в настоящее время в мире. Только семья, любовь, уважение, состояние счастья и радости являются смыслом всей жизни. Смотрите, Бог – это существо, у которого нет тела, которого двигает творчество для того, чтобы он что-то создавал. И он это делает, потому что ему нравится, он получает удовольствие. Когда-нибудь Бог кого-нибудь осуждал – нет. Когда-нибудь Бог кого-нибудь защищал – нет. Когда-нибудь делал кому-то гадости – нет. Бог слишком добр для того, чтобы делать гадости. Если эволюция Бога, скорее всего, есть, если раньше Бог раздражался, убивал людей, закрывая или засыпая их в огромном количестве, что мы читаем в Библии, то со временем он стал хорошим и терпеливым, скорее всего. Тогда чему люди должны научиться? Люди должны научиться тому, чтобы в жизни быть толерантными, как Бог, добрыми, как Бог, некритикующими, как Бог, любящими, как Бог, интеллигентными, как Бог. И должны верить, а также заниматься творчеством, как Бог, и получать от жизни радость и удовольствие, чтобы иметь желание жить дальше. Конец. Получается, это и есть путь духовного роста. Собственно, весь, как бы, всю систему эзотеристской школы Кайлас, собственно, рассказал в двух вот таких вот моментах. Люди очень часто цепляются и говорят, надо настоящая эзотерика. Дайте практики, техники, дыхание, дайте мантры, шмантры, символы и так далее. А я очень часто произношу такие слова. Символы, мантры, обряды и так далее. Это все малоэффективно. Самая большая эффективность заключается в философской доктрины нашего философско-эзотерического направления. Школы Кайлас. У человека все вот здесь. Вы представляете? Вот здесь, естественно, когда человек говорит, надо там защищаться, обороняться, что-то делать, я обычно говорю, здесь все. Найди позитив в своей жизни, начни улыбаться, будь добрым, ищи возможности быть счастливым. Это в жизни много сделает, много-много создаст хороших ситуаций. Как защитить свой участок от соседей-колдунов, которые закапывают яйца и подбрасывают колдовские предметы. Делайте так. Говорите, я именем Андрея Дуйко заклинаю, чтобы все это на меня больше не влияло. И после этого крестите со всех сторон. Ом-махум-хахохрим, ом-махум-хахохрим. Если первые ступени проходили, обведите все, запечатайте, и до одного места можете все яйца мне отбрасывать. Кто был на морском курсе, помните, я говорил, представьте свиней, гоните в мою сторону. Там черных кошек, представьте все неприятности, и все на меня бросайте. Представляете, по 100 человек приезжало, все бросали. Сижу, хорошо себя чувствую. Защищался или убирал как-то? Никогда. Почему? Да вообще это все полный ерунда. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь обряд, чтобы подросток перестал играть в видеоигры ученица школы? Большое спасибо. Есть такой символ, покупайте символы, там есть символ от видеоигр и игромании. Его необходимо нанести куда-нибудь под компьютер, так, чтобы он там находился, и не будет игроманом ребенок. Как защитить от колдунов? Все, защитили. Объясните, что-то запуталось. Живу с мужчиной много лет гражданским браком, отношения очень хорошие, но постоянно неудачные стечения обстоятельств на работе. Привели к долгам хронической нехватки денег. Вы говорите, что мужчиной надо восхищаться. Делаю, но также вы говорите, что если живя с мужчиной, в семью не приходят деньги и достаток, с ним надо расходиться. Помогите разобраться, пожалуйста, что делать, дохожу до отчаяния. Есть тип мужчин, я их называю бабушкины мужчины. Есть тип мужчин, которые я называю подъюбочные мужчины. Подъюбочные. Вот тип мужчин подъюбочные мужчины, это те мужчины, которые постоянно ищут женщину, но совет спрашивает у своей мамы. Вот это мужчина, живущий под юбкой. Шансов у этого мужчины быть счастливым никакого. Все, что не захочет сделать мужчина, он должен сделать как Бог. То есть хочешь сделать, делай. Хочешь познакомиться, знакомься. Хочешь сделать, делай. Делай только так, чтобы тебя потом не мучила совесть. Не надо ни совета, никакого, ничего. Женщины любят смелых. Такие мужчины обычно вырастают как нарциссы. Мама оберегала такого ребенка. Потом ищет женщину, чтобы женщина была как мама, оберегала этого ребенка. После этого такие нарциссы встречают красивых женщин, которые тоже нарциссы. Потому что подобное притягивает подобное. И как два бильярдных шара друг об друга. Ба-бах и в разные стороны. Снова сходятся. Ба-бах и в разные стороны шары откатываются. И после этого, как же с ним жить? Я могу сказать вам, как с ним жить. Вы должны быть женщиной-мочалкой для того человека. Почему? Вы должны потирать сопли, без конца заботиться, восхищаться его красотой. Там толщиной его, я не знаю, там ушей, ног, я не знаю, чего еще. Таким образом, вы будете той женщиной, которая займет позицию его матери. И вы будете для него в дальнейшем его мамочкой. Будет ли он что-то делать? Как ребенок может что-то сделать? Он остается ребенком, и он непрактичный, и он ничего не может. Обычно это либо таксист, либо таксист, либо неудачный предприниматель. Почему? Амбициозность и желание этого человека огромные. Он себе придумал, что он ордена Ленина, все знает, все у него получается. Но он просто не хочет. И после этого, почему он не хочет? Он ничего не умеет, никак не развивается. Он просто живет, потому что этому человеку чрезвычайно удобно. И после этого, почему ничего не получается? Потому что мама есть, она должна накормить, напоить и так далее. После этого у этого человека будет ли что-то получаться? Нет. Если нет мужской энергии, и мужчина живет из-под юбки женщины, даже если он будет строить завод, он будет строить цеха, он будет строить какой-нибудь бизнес, у него нет шанса никогда сделать так, чтобы это хорошо работало. Почему? Под юбкой мир другой. Мир любит харизматичных мужчин. В случае, если мужчина харизматичный, он хочет сделать, делает. После этого хочет что-то делать еще, еще делает. И после этого берет на себя ответственность, никого ни в чем не обижает, не обвиняет и так далее. А так один нарцисс нашел или притянул подобное второго нарцисса, разогнались лоб в лоб, ударились, он ей там пальцы погнул, она ему нахамила, и после этого как два бильярдных шара откатились в разные стороны. После этого будет ли у этого мужчины что-то, этот мужчина, он должен становиться мужчиной. А мужчина это тот, кто берет ответственность в семье. Отсутствие денег это тоже ответственность для мужчины. И он должен иметь, а когда женщина мамочка, она успокаивает, сопли вытирает, обувь приносит, он для вас ребенок, то после этого этот мужчина рядом с вами не состоится. Тогда станет ли этот мужчина зарабатывать деньги? Тут вопрос такой, зачем ему это необходимо? Он залез к вам под юбку, он все получил, ему комфортно. О каких деньгах? Разве здесь шла речь о деньгах? Когда мальчик сидел под маминой юбкой, он просил деньги или отдавал деньги? Еще ни одного не знаю нарцисса, который бы маме деньги отдавал, но знаю многих, которые умудрились только брать. И я вас могу заверить, как человеку, у которого очень много опыта, шанса измениться этому человеку не будет никакого. Мужская независимость заканчивается в тот момент, когда он берет у своей мамы деньги. Мужская независимость заканчивается в тот момент, когда он берет у своей жены деньги. Почему? Будьте мужчинами мужчины. Если вы хотите быть мужчинами, развивайте в себе способность зарабатывать, заниматься предпринимательской деятельностью, заниматься или иметь возможность зарабатывать. Ищите возможности, это очень несложно все. Все можно, если не бояться. И научитесь не брать у мамы, научитесь не брать у жены, научитесь не брать у родителей и у мира, научитесь делать так, чтобы вам было под силу заработать. Нужно ли расходиться с таким мужчиной? Если мужчина старше 40 лет, то очень мало шансов того, чтобы он мог изменить. До 40 лет еще можно, после 40 никаких шансов. Если мужчина все время маме звонит, если мужчина все время там мамочка, мамочка, и мама это, мама это, она ему советы дает, там за ним бегает. Если мама все время отдает деньги этому мужчине, нету никаких шансов, все, оно будет до конца своей жизни вот таким вот ничтожеством. Понимаете, вот и маму потом обвинит, а мама потом в жизни от него денег не получит, потому что для того, чтобы иметь желание отдавать деньги, человек должен настроен быть на то, чтобы эти деньги отдавать. А такие люди не настроены. У меня такая ситуация была, я у женщины спрашиваю, вот у него не получается, он бедный, несчастный, но он старается. Я говорю, он тебе когда-нибудь деньгами помогал, хоть когда-нибудь, скажи мне, помогал, нет, никогда, вот можешь не сомневаться, никогда не поможет. Но он теперь занимается более большим бизнесом, он больше зарабатывает, да, почему тебе не помогает, ему нужно, а ты помогаешь, помогаешь, зря. Женщины, матери, не делайте из вот таких мужчин под юбочников, потому что шансов потом на жизнь счастливую у этих мужчин не будет никаких. Мужчина, слово, которое звучит или имеет происхождение от слова мужества. Вот если человек мужественный, а мужество, оно не должно быть таким, чтобы набить кому-то морду. Мужественный человек это тот человек, который мотивирует возможности. Мужественный человек это тот, который говорит, я боюсь пойти в городской совет, чтобы мне выделили землю, но это даст мне возможности построить для моей семьи дом, поэтому я пойду в городской совет и буду выбивать возможности, чтобы мне землю выделили. Вы знаете, что в каждом городе вы можете прийти в городской совет и потребовать, чтобы вам выделили землю. Да? Почему вы этого не сделали? Хоть в Украине, хоть в Российской Федерации. Почему? А ты уже делал-то? Ну ты быстрый. Таким образом, у нас же есть законы и в России, и в Украине. Каждому из вас принадлежит кусочек земли. Если вы в городе живете, вы имеете право пойти в городской совет и попросить, чтобы вам ваше на дело дали. Вы не знали об этом? Я говорю, что у вас это есть. Вы прописаны, допустим, в Николаевской области или в Днепропетровской? Нежьте, езжьте по месту прописки и требуйте в городском совете, чтобы вам выделили. Сколько? Десять соток. Десять соток, да. Дайте совет молодой, не помню. Дайте совет молодой женщине, 32 года. У нее сын, 9 лет, она болеет, чем непонятно. Около года просто лежала, 37. Появились маточные кровотечения, сейчас не нашла гайморит, головную боль. Это может быть перенесенный и тяжело переносимый климакс, представляете? Это у нее может быть такой формы климакс, такой в моей жизни встречалось. Также это может быть, если кровь идет, ну тоже климакс. Это могут быть миомы, климактерические проблемы. Нагревание хорды можно делать с противоположным полом. Не возникает приворота? Не возникает. Приворот очень сложно делать. Это сложно. Я могу сказать вам, для того, чтобы человеку поставить приворот, специалисту, который очень хорошо работает в эзотерике, этому человеку необходимо не менее 7-10 минут. Это очень долго, серьезно. Это сконцентрированная 10-минутная работа. Серьезно, а я там находиться, да? Нет, нет. Вот сегодня девушка мне прислала, там мужчина, там постоянно меня оскорбляет, обижает и так далее. И я делал приворот по ее просьбе. Это заняло 10 минут вот такой вот особой концентрации. После этого будет ли работа? Конечно. У меня есть такие случаи, когда женщина вообще в хлам и в мясо. Мужчина ушел к молодой, 17-летней, грудастой, такой яркой, знаете, я не знаю, народный депутат. И после этого она говорит, мы еще и не расписаны, на нем все имущество. Андрей Андреевич, как мне его вернуть? Я его люблю. Я говорю, ну вот сейчас. И после этого пришел к ней. Представляете, пришел к ней, живет с ней. Почему? Потому что у него открылись глаза. Он как начал видеть свою жену по-другому. И начал видеть, что она ему изменяет. У нее куча переписок. Она до этого вообще непонятно кем была. Он как там копнул, как нашел, что она там куртизанка и так далее. А он думал, с ней будет нормальная жизнь. Мужчина не платит зарплату на работе. А кто же сказал, что человек должен работать на кого-то? А что, разве на каких-то зарплатах платят зарплаты хорошие? Скажите, кто доволен зарплатой, когда вы работаете на другого человека? Ну, возможно, сторож Газпрома может сказать, а я вот доволен. Или там уборщица туалета в Газпроме скажет, а я доволен своей зарплатой. Но обыкновенный человек, работающий на другого человека, он эксплуатируемый трудовой пролетариат. Даже в «Капитале» написано, что эксплуатация трудового пролетариата должна позволять трудовому пролетариату выживать, но не жировать. Понятно? Поэтому из этого исходит основная тенденция. Именно, ужас какой. Именно поэтому эксплуатация трудового пролетариата – это честное отношение в бизнесе. Я вообще не могу понять, что вот так сложно делать бизнес. Покупайте 1 кг кофе, после этого мелите 1 кг кофе, делайте из него жареный кофе, после этого упаковывайте в бумажные кулечки. Смотрите, 1 кг кофе не жареного стоит 1 доллар. 100 граммов кофе в кулечке можно продать за доллар? Конечно. Смотрите, 1 кг жареного кофе, расфасованный в 10 кулечков, будет уже 10 долларов. Таким образом, доллар потратил, 9 заработал. А если встать возле метро и продать по 1 доллару 1 пакетик кофе, то поразбираю, вот просто на 100% вам говорю, все поразбираю. Сложно делать бизнес? Оказывается, не очень. То есть поверить в это надо? Поверить в это надо, надо начать это делать, понимаете. А если есть... Нет, нет, вы не проходили мой семинар, который называется «Доктрина бизнеса». А там я говорил, что самое важное качество, которое должен человек наработать у себя, это не умение продать, а умение управлять. Как бизнесмен делает? Он находит помещение, в него садит парикмахеров или смотрит, кто эти люди, которые мимо проходят. После этого садит администратора, садит парикмахеров. Сам при этом он не умеет заниматься ни подстриганием людей, ни парикмахерской деятельности. Заставляет этих людей подстригать, рассчитывает, сколько нужно на этом денег зарабатывать, выплачивать налоги и получать деньги. И после этого занимается предпринимательством. Сам может дальше продолжать существовать и жить своей естественной жизнью. Правильно? То есть что самое важное или какая самая важная черта? Организовать. Организовать. Вот вы покупаете у меня баночки, разве я их сам делаю? Или у меня покупаете баночки в офисе или в других этих службах, но разве я их сам продаю? Или я их сам отправляю? Я же просто вот читаю перед вами эти семинары. Тогда что я сделал? Я просто организовал все, чтобы было производство организованное, чтобы был отдел продаж, чтобы это отдел логистики, отдел учета, бухгалтерии и так далее. То есть что необходимо сделать? А почему обыкновенный человек не может? Чего ему не хватает? Информации, как это сделать. Тогда что он должен делать человеку, у которого не получается? Он должен обучаться. То есть ему необходимо знание. Обычно человек, который не может ничего сделать и ищет, что ему нужно начинать делать, должен начинать вот с чего. Библия маркетинга он должен прочитать книгу. Дальше. Технологии производства продуктов питания. Дальше. Зайти на сайт, который называется «Изобретение». Смотреть, какие изобретения есть. Дальше. Быстрые продажи. Он должен изучать и понимать, что это такое. Дальше. Коучинг от какого-нибудь знаменитого человека. То есть он должен понимать, что это такое и понимать, каким образом в этом все можно работать. Скажите, ну хоть чуть-чуть. Помогают фэншуйские активации для денег? Вообще не помогают нам. Вообще не помогают. Хоть чуть-чуть, вообще не помогают. Вообще. Хоть чуть-чуть фэншуй и помогают. Вообще не помогают. Хоть лягушку рисуй, хоть не лягушку. Ничего не помогает. Рейки еще как-то. Рейки нормально помогают немного. А вот фэншуй вообще никак не помогает. Благодарю за символ для вынашивания. А имеет ли значение, в какое время суток. Как с вами живет муж? Как с вами живет муж? Что вы такая нудная, Настя? Что вы такая нудная, Настя? Вы такой нудный человек, вам муж не говорит, что вы нудная. Что вы такая мнительная и нудная? Где хранить символ? Лоб не натираешь в тот момент. О чем вы вообще? Как вы живете вообще? Вы ребенка вынашиваете, радуетесь. Вас муж вас выгонит когда-нибудь, потому что вы же нудный человек. Что это такое? Символ, ниточка, зеленая. Какого цвета зеленого? Что вам не скучно вообще себе рисовать новые картины? Как выносить? А если я подтяжку ниже один? А если выше? А если вот так вот налево спадет? А если направо? О чем вы думаете? Занимайтесь чем-то в жизни. Жизнь без мотивации. Это жизнь попросту загубленная. Начните вышивать, начните заниматься написанием текстов. Рисуйте на конец концов. Не надо больше отпускать свои мозги. Медитируйте на точку. Делайте так, чтобы у вас хоть чуть-чуть концентрации было. Что это за распущенное сознание? Как вам не стыдно? Это с такой женщиной начнешь жить, она тебе все мозги вытянет. Почему тебе небо? А ты сказал хорошо, что хорошо, или хорошо, что нехорошо. Или хорошо, хорошо о том, что нехорошо, или да. Или да, ты сказал, что да, или да, что нет. Ну как, ты красивая, да. Да, красивая или да, и некрасивая. А когда он сказал, что я некрасивая, то имел в виду, что я красивая или некрасивая. Что это за мнительность? Вы беременная женщина, вы мучаете даже меня. Так она и не беременная такая же. Если немножко гложет, то что я толком ничего полезного не делаю в жизни. Но стараться тупо ради денег неинтересно как-то. Есть три типа людей. Есть люди, которые стараются для семьи, есть люди, которые стараются для денег, и есть люди, которые стараются для того, чтобы стать великим человеком. Вот есть такие люди, которые должны что-то делать ради одной из этих мотиваций. Их на самом деле, этих мотиваций больше. Я это описал в нашей третьей ступени. Помните, я говорил, что человек, имея на своем пути мотивации, проходит следующие пути развития. И дальше там построил дом, создал семью, и там их целая куча. Вот то, к чему должен стремиться человек. То есть, вот если ты перелетел, помните, я там пример даю, я говорю, помните Оша, то есть он создал город, построил Ашрам, создал целую страну, но у него семьи не было. Помните, я говорил, что если переступить мотивации или переступить вот эти элементы построения, то у человека обязательно будет обвал. И там нарушение вот этих законов или принципов, оно приводит 100% к падению этого всего. Проходите ступени, там все сказано. Скажите, будет ли прибыльным продуктовый магазин, который мы недавно открыли? Не так быстро. Попытался приобрести шум уничтожения кладбистской магии. По факту такого шума на сайте нет. Это сбой или нет? Обратитесь в службу поддержки, он должен быть. Андрей Андреевич, будет ли семинар по восстановлению зрения? Да, я всех сегодня, у нас заканчивается семинар, я всех сегодня приглашаю на наш морской курс, который пройдет в Черногории. Во время этого морского курса мы будем проводить практики, которые связаны с построением, я сейчас прочитаю, что мы там будем делать. Вот я ищу семинар «Ясновидение Черногория». Сейчас я его быстро... Вот, «Ясновидение Черногория». Будем... Специальное построение определенного существа в физическом мире, который называется «Персональный артефакт». После этого, через этот артефакт, можно будет снимать информацию о прошлом и будущем. Обалдеет, да? Как такое может быть? Называется «Аватар» или называется «Идол». Дальше будем... Я буду давать вот такой метод. Каждому выдам вот такую детальку, как антенка. И вы будете ее держать и так, и так, и так, и так. И будете с ней работать. Что это будет делать? Это будет корректировать ваше ясновидение. И я обещаю, что на протяжении вот этих 10 или 12 дней, поработав вот с таким механизмом, обязательно начнете правильно снимать информацию. Просто обязательно. Приезжайте на морской курс. Он будет в Черногории. Одно из условий проведения морского курса заключается в том, что на этот морской курс должны приехать только люди, прошедшие не менее одной ступени. Люди без ступени первой туда приехать не могут, потому что я, скорее всего, могу не допустить вас к прохождению первой ступени. Возможно, рассмешу вас, но что делать с участком? Кроты, мышь, собаки копают, а я закапываю ямы. Заморилось уже над всем этим ухаживать. Есть ли какой-нибудь случай прогнать, успокоить этих всех непрошенных гостей? Ответьте. Да, есть такой метод, который называется отводить собак или отводить кошек. Нужно напишите мне письмо, и я вам отвечу. Я посмотрю в своих чернокнижных книжках, и там, скорее всего, откопаю для вас ответ. Так хочется на морской курс, но нет паспорта. Загран буду делать, чтобы попасть на следующий, конечно. Андрей Андреевич, а на что вы ориентируетесь, давая духовное имя? Ориентируюсь я на те желания, которые есть у человека. То есть я ориентируюсь на то, что будет вдохновлять в жизни этого человека. Если я не могу получить такую информацию, то я у вашего духовного поля спрашиваю, какое у него духовное имя. Оно мне шепчет, представляете, и говорит мне, я мое духовное имя. Скажите, будет ли прибыльным продуктовый магазин? Конечно, да. Когда будет посвящение во вторую ступень? Не знаю пока. Благодарю за знание, маленькие чудеса происходят. Удивляюсь исполнением своими недавно забытым желаниями. У нас есть очень хороший семинар, он будет проводиться зимой. Он у нас проводится каждый год, называется «Программирование 2018 года». Один из самых лучших семинаров, он у нас тематический, каждый год проходящий. Я, естественно, сделаю предсказания по поводу, будет война в России, в Украине или нет. И после этого, о че, после этого обязательно дам вам, что делать с елочками, что можно сделать в эту ночь, как завязать стрелочки, там, как сделать узелки исполнения желаний себе новогодние четкие и так далее. То есть наши интересные вот эти обряды, там, обряды с гвоздем и подушкой, там, и целую кучу. Я уже сейчас готовлюсь, правда, будут очень интересные. Он будет прямо перед самым Новым годом. Также я приглашаю всех поучаствовать в нашем новогоднем, не марафоне, а будет называться новогоднее поздравление уважаемого секретаря нашей общественной организации Андрея Андреевича Дуйко. То есть я в Ютубе начну поздравлять вас, и это будет в 12 часов 5 минут, когда уже куранты отстучат, вы уже выпьете бокал, я включусь со своей семьей и за своим столом вместе со своими детьми поздравлю вас с Новым годом, как я это делал в прошлом году. Понравилось? Мы обязательно приглашаем Деда Мороза, и Дед Мороз тоже скажет слово, потому что когда смотришь на этих мужчин, поздравляем, снова у нас там, снова страна уже растет, там все уже так все проросло вообще, и вниз, и вверх, и влево, вправо, чуть-чуть печально становится. А здесь настоящий Дед Мороз, знаете, дети печащие и так далее. Ой, супер. А зимний курс в каком городе? Зимний курс будет проходить в городе Хургада, или Хургада. Да, очень интересный будет зимний курс, очень рекомендую на нем поучаствовать, он правда очень интересный. Сегодня по ступень, первую ступень не будет, не будет, к сожалению, сегодня. Так как, может быть, я с мужем прожила 20 лет, это только сейчас у меня глаза на него открылись, ах ты ж. Почему же я раньше ничего не замечал, что всю жизнь на себе тащила, а теперь в шоке, как же мне, кто же мне закрывал глаза? Никто не закрывает глаза. Закрывало глаза, конечно, я могу сказать, но это обидит человека. Можно не буду. Что-то оно да закрывало, поверьте, и не глаза. Есть талисман от курения. Все есть, друзья мои. Андрей Андреевич, что такое рейки дуйко? Уважаемый учитель, работаю администратором в частном детском театре. Моя зарплата зависит от посещения зрителей. Как можно привлечь зрителей на представления учениц школы КАЛАС? Работаю на износ, в садике и школы посещаю, рекламирую наше представление. И все равно посещаемость незначительная. Что делаю не так? Когда люди начинают заниматься кукольным театром, они думают, что это очень простое занятие. Очень напрасно. Потому что трупа, потому что ведение или новый концерт, это всегда изготовление игрушек. А здесь, знаете, как в пословице, плохая рыбка, плохая юшка. Плохие куклы, плохие просмотры. Осмотры, отсутствие новых постановок, отсутствие... Вы понимаете, когда-то я был маленьким, и нам показывали кукольный театр, и игрушки были такие некрасивые, и было так неинтересно, старые. И это всех так разочаровало, знаете, и мы ушли. Но когда-то я был в Москве в театре Образцова, там, где показывали игрушки красивые, полированные, там, красные носы и так далее. И это была хорошая, красивая постановка с музыкой и так далее. И это было восхищение, впечатляло. То есть, когда вы начали этим заниматься, вы задавали себе вопрос, насколько вы готовы вкладывать деньги в то, чем вы занимаетесь. Поэтому для того, чтобы посещали, должен репертуар обновляться. Игрушки должны сшиться новые. Должны быть костюмированные шоу. Должно быть шоу перед тем, как это все произойдет. Также, когда дети смотрят, должны родители где-то выпивать, отдыхать. Я когда-то сказал, это сказал на одном из своих прошлых вебинаров, я сказал, вот люди приехали менять на шиномонтаж резину. Мы вышли из машины и стоим. А мы в этот момент что хотим сделать? Отдохнуть. И сказал, тот человек, который поставит в своем шиномонтаже комнату отдыха, бильярд или теннис, там, массажное кресло и так далее. И у меня есть человек, который это сделал. Он на окружной в городе Киеве, аж возле Троещины, в плохом месте, куда люди не приезжают, у него есть шиномонтаж. И у него там место позволяет для того, чтобы это сделать. Он поставил кофейный аппарат, поставил там два кресла массажных и нанял девочку, которая этим всем заведует, бесплатно. И когда люди разбортируют вот эти штуки, они туда заходят, чтобы покурить, попить кофе. Там за кофе, естественно, ей этой девочке платят. Вы представляете, он говорит, у меня нет отбоя. Он говорит, количество людей, которые едут, это шокирует. Почему? Потому что человеку приятнее приехать, чтобы ему переобулили, там, переделали резину или что-то сделали с автомобилем. В тот момент, когда ты можешь где-то сесть и не стоять на улице, там же нечего делать. И где-то отдохнуть, посмотреть телевизор, съесть яблоко, выпить чашечку кофе. Отдохнуть там, покурить, я не знаю, что-то сделать. С детьми поиграться. Представляете, один умудрился и говорит, неужели это так сильно работает? А я говорю, а что ты, до этого не додумался? Нет, надо же. А зря это очень-очень увеличило продажи. Представляете, если изотерический метод от вируса есть, как может быть, я с мужем прожила 20 лет, и только сейчас у меня глаза на него открылись. Эх, я знаю, что я обидел Настю. Почему? Она мнительный человек. А тут перед людьми. Настя, ну вы же знаете, что я к вам неровно дышу. Я, когда вы выиграли деньги, то выиграли именно вы эти деньги. И когда вы делали видео, я вам написал, что видео мне не понравилось. И я был прав, и это сделало то, что второе видео уже понравилось. И вот вы сейчас беременны, и то, что я вам говорю, это отнеситесь к этому, как к высказыванию своего учителя. Ведь если учитель говорит, то, наверное, зрит не в корень, а в бровь. И это может повлиять на то, что в дальнейшем могут возникнуть точки преткновения. Ведь я же никому это не сказал, а вам сказал правильно. А вместо того, чтобы обижаться, наоборот, скажите, спасибо, Дуйко, теперь буду делать. Скажите, как долго я проработаю на нынешней работе? Нажать нужно вот на эту кнопку с левой стороны. Понимаю, что нужно работать на себя, но мне и нынешняя работа нравится, творческая, много сил отнимает. Подскажите, продолжать работать или организовать свое дело? Человек должен всегда стараться пробовать организовать свое дело. Всегда, исключительно всегда. Это одна из особенностей. Правильный руководитель – это тот, кто не дает возможности человеку, который работает на него, организовывать собственное дело. Почему? Ты мой раб на веке. Но в случае, если вы человек, который хочет в жизни быть удовлетворенным человеком, вы должны стремиться к тому, чтобы организовать и делать что-то самостоятельно. Это особенность счастья человека. Нет ни одного человека, который бы работал на кого-то и был счастливым. Хоть ты воруешь, хоть ты не воруешь, хоть ты зарабатываешь, хоть не зарабатываешь, пока у тебя не будет своего, сердце не успокоится. Знаете, это где-то печально. Андрей Андреевич, Орейки Дуйко, я слышал на одном из ваших семинаров, что это? Такого пока нет. Я, наверное, что-то не то говорил. Я 35-летняя девушка. Возможен успех в бизнесе, связанном с производством кордитерских изделий. Да. Не обижайтесь, а то денег не будет. Согласен. Возможно ли приобрести первые два семинара по целительству? Конечно. Вы сегодня можете перейти прямо на этом сайте duiko.guru на... А, нет, друзья мои. Я думал, целительство первая часть целительства. Нет, нет, нет. Первые две части целительства мы удаляем. Или мы уже удалили. Все, их купить уже нельзя. Мы их удалили. Все семинары целительства в записи их не будет никогда. Мы их не отправляем в записи. Участвуйте, смотрите на следующий день, на третий день мы удалять будем всегда. Так будет всегда. Успели записать коды? Сохранили коды. Не успели? Конец. Хочу открыть массажный салон. Получится? Получится. Расскажите, о комезотерийском знаке на теле вы говорили для того, чтобы активировать руническую энергию. Заранее благодарю за ответ. Я не обучаю работе с руническими энергиями и ни о каких символах для активации рунической энергии я никогда не рассказывал. Поэтому ищите такую информацию не в моих источниках, а в других источниках. Могу ли я в этом помочь? Да, я могу в этом помочь. Если бы я думал, что руническая энергия то, о чем вы думаете, могло бы вам помочь быть счастливым человеком, я бы рассказал. Но я знаю, что вы налепите или наделаете кучу гадостей и всевозможных. Это будет... В моей жизни я всегда прислушиваюсь к своим чувствам. У меня есть такая история. Одна женщина пришла ко мне и говорит, все, мой сын, он должен жениться. Я так хочу, чтобы он женился. Он должен жениться. Андрей Андреевич, ну пожалуйста, ну пусть он женится. Ну пожалуйста. Я говорю, я сделаю все для того, чтобы он женился. После этого поработал я на протяжении недели. Никому об этом ничего не говорили. Они начали жить вместе. Она забеременела. И между ними возник скандал. Потом она ко мне приходит и говорит, сделайте так, чтобы она к нему не вернулась, чтобы они разошлись и так далее. Я говорю, я тебе что, бабка позаказываю или что? С этих времен, это давно уже было, с этих времен, я могу вам сказать, я на это вообще не клюю. Когда мамочки приходят и говорят, пусть сын не живет, пусть дочка не живет и так далее, я говорю, пусть вот сам приходит и говорит. А лезть туда я не буду, мне это не хочется делать. Понятно? Мамочка, живи своей жизнью, что ты лезешь к этим несчастным детям. А то, то давай сведи, то теперь давай разведи. У тебя денег столько нет, чтобы было пользоваться в таком количестве. Расскажите подробнее, что означает талисман из трех семиных камней. Это все дано на семинаре, заходите, просматривайте. Как этот семинар назывался? Талисманы? Нет, он назывался у нас доктрина бизнеса. Там я рассказывал, да, покупайте семинар доктрина бизнеса, одевайте талисман, как я там рассказываю. Очень нужен ваш совет. Чем могу заняться, мне 53 года, чтобы затеять, не знаю, можете посоветовать. Вышивайте. Приятное время коротаю, чем все закончится, не знаю. Вам счастья, радости желаю. Отличный стих. Ну, на этом стихе сделал талисман, носила 100 дней, он потерялся, почему? Ну, потерялся, почему? Ох! Скажите, откуда вы это берете? То есть, что я должен сделать? Просмотреть, почему потерялся талисман, что про... Где его найти? Ну, вообще. Подскажите, получится организовать группы людей по экскурсиям по местам силы острова Хортица? Получится, побольше алкоголя, и все будет нормально. Стоит ли открывать бизнес в сфере теплоснабжения по защите тарифов на поотоплению? Стоит. Я прошел три ступени, глобальные цели, на третьей ступени, почему-то меня не сильно мотивирует, не сильно интересно, хотя в жизни много чего интересного, полезность сразу низкая. Что делать? У вас нет трудностей. Вы сейчас двигаетесь на пути, при котором появятся трудности. Когда появятся трудности, вот меня, как в свое время не мотивировали трудность, не мотивировало ничего, у меня все было хорошо. Как клюнула болячка, я потом, как бешеный паучок бегал. И тогда меня это мотивировало. Не гневите Бога, друзья мои, я вас серьезно к этому, ну прямо, прямо, да, призываю. Почему? Потому что, когда человек говорит, ой, я такой модный, мне и это не мотивирует, и это, и женщины мне не нужны, это мне не мотивирует. Ждите, скоро как клюнет, и потом будет такая мотивация, будете летать просто. Не надо так. Ищите мотив, даже если не возбуждает, живите ради чего-то. Потому что потом появится такой, у человека обязательно будет мотив. Если долго его нет, то очень будет плохой. Потом будет такой, что нужно будет выживать, вытягивать, выворачиваться наизнанку. Мотивы должны быть. Бесцельная жизнь приводит к хаосу и приводит к неприятностям. Подскажите, чем заняться, что вдохновлял? Спасибо. Рисуйте. Благодарю вас от всего сердца, ваши вебинары неоценимы. Скажите, желать любви людям нельзя, желать счастья можно. Можно все людям желать, кроме любви. Потому что, куда течет любовь, туда текут и деньги. Я желаю вам успеха. Могу сказать, что в бесплатном вебинаре от Андрея Дуйко по эзотерике у нас есть рейтинг. 149 человек проголосовало в том, что они смотрят хороший вебинар. И 9 человек проголосовало, что они смотрят плохой вебинар. Видите, всегда есть те люди, которым нравится и которым не нравится. С этим сделать ничего невозможно. Естественно, со своей стороны могу где-то извиниться за агрессивную манеру подачи той информации, которая сегодня выходила из меня и объясню, почему я это сделал. Особенность проведения агрессивной подачи или манеру агрессивной подачи информации заключается в том, что количество людей, которые находятся в состоянии апатии, нежелания ничем заниматься и в состоянии вот такого регресса, знаете, отсутствия сил и так далее, когда такие люди появляются и когда их много, то я стараюсь проводить вебинар так, чтобы было шумно, громко и агрессивно. Таким образом, я спасаю таких людей, которые находятся в состоянии вот такой апатии, суицида, нежелания жизни и делаю все для того, чтобы у них появилось хоть какое-то чувство и любое чувство, включая ненависть, в итоге может их спасти. Эмоция, да. Естественно, когда я вижу, что очень много маниакальных, это в самом начале видно, то есть ура, Андрей, спасибо, еще семинар не начали и много маниакальных, то я начинаю успокоить, я разговариваю тихо, медленно, вздыхая и так далее. Тем самым успокаиваю и помогаю вам. Поэтому еще раз извините за проведение вебинара, возможно, в чрезвычайно активной, агрессивной форме. Также я хочу объявить, что у нас выходит дайджест. Это дайджест, в котором я буду говорить об эзотерических направлениях, что это такое. Сейчас у нас есть палочки ароматические в нашем магазине эзотерическом, и я решил взять эти палочки, их там 20-30 штук, это палочки новых, новинки, новых компаний, там Аграбати и так далее, которые выпускаются в Индии. И Сатья, Суперхит, Наг Чампа. И попытался выбрать среди этих палочек, те палочки, которые нужно воскуривать утром, в обед, вечером. Я объяснил, какие, чем отличаются, а также я провел рейтинг и сказал, какие самые лучшие. То есть, можно будет посмотреть этот семинар, он уже будет в понедельник выложен на моем, на моем канале, который называется Андрей Дуйко, черточка, Андрей и Дуйко. Вы можете подписаться, нажав красную кнопку под этим каналом и в дальнейшем пользоваться этим каналом. Также вы будете видеть все новинки, которые появляются, независимо от того, участвуете вы в вебинарах или нет, так как вся информация выкладывается на моем канале. С вами был Андрей Дуйко, до свидания, друзья мои. Продолжение следует...